Почти полчаса, но, когда они спускались, то это заняло всего несколько минут. И вот через мгновение они оказались внизу у самого моря. Джао повернул голову и посмотрел на Лауру. Он хотел проверить, как там его супруги. Но увидев их выражение лица, понял, что девушки хоть и испугались, но не очень сильно. Джао слегка пошатнулся, а затем слегка улыбнулся и повернул голову к Киму и сказал. «Вы отнесете нас прямо к магическим животным?» На что тот ответил. «Мне очень жаль, сэр, но я не могу уходить слишком далеко отсюда, потому что я несу ответственность за сохранность острова. Так что вас отвезет гор». Джао кивнул, а затем спросил. «Скажите, а ничего страшного, что мы будем вот так просто перемещаться в ваших водах?» Услышав это, Ким рассмеялся и сказал. «Королева издала особое распоряжение. Так что никто не будет ограничивать вашу свободу передвижений. Можете об этом не волноваться». Джао кивнул и сказал. «Большое спасибо, Ким. Мои жены очень любопытны и хотели бы осмотреться». Ким же улыбнулся. «Тогда добро пожаловать в окрестности острова русалок. Здесь очень красивые виды и очень добрые русалки. Поэтому я верю, что они станут хорошими друзьями с вашими женами». Как только он это произнес, прямо перед ними из моря вынырнул огромный кит. После того, как это произошло, Джао оказался ошеломлен, а затем гор произнес. «Мистер, пожалуйста, пойдемте со мной, я отведу вас к магическим животным». Джао кивнул и посмотрел на спину кита, после чего, взглянув на Лауру, произнес. «Девушки, вы отправитесь со мной или пойдете развлекаться?» Когда Лаура услышала об этом, то тут же ответила. «Пожалуй, мы воспользуемся предоставленной возможностью и осмотрим местные достопримечательности». Джао улыбнулся и повернулся к Киму. «Если вы попадете в беду, я тут же вернусь». Ким улыбнулся и сказал. «Мистер, пожалуйста, не волнуйтесь». После чего Джао попрощался с черепахой и, повернув голову в гору, произнес. «Мы готовы, давайте отправляться». Тот кивнул, и его кит отправился прочь от острова. Вскоре Джао, отплыв на некоторое расстояние от острова, заметил большое количество людей моря. Именно они собрали большое количество магических животных. Джао просто не мог не смотреть на эту ситуацию, а затем он, повернувшись в гору, произнес. «Не стоит приносить и удерживать магических зверей живыми. Даже если вы принесете не слишком свежее тело, все будет в порядке». Когда Гор услышал эти слова, то тут же кивнул и сказал. «Хорошо, пожалуйста, подождите немного». А затем он обратился к своим подчиненным, что удерживали магических зверей. «Убейте животных и можете уходить». Хотя собравшиеся здесь воины оказались слегка обескуражены, они послушно исполнили этот приказ. Тем не менее, никто из них даже не собирался уходить. Ибо все они с любопытством посмотрели на главу клана Будда. Джао тоже посмотрел на них и не мог не понять, что же происходит. Похоже, эти люди Мари, вероятно, уже знали, что он собирается делать. И так как они прежде никогда не видели нежития черных магов, то захотели посмотреть. Видя это, Джао слегка улыбнулся, но ничего не сказал. Более 100 000 убитых магических животных образовали довольно большой холм. Джао достал кровавый призрачный посох, а затем начал произносить заклинания. После чего черный туман окутал убитых существ. Когда же он через некоторое время исчез, то открывшаяся картина заставила людей моря невольно воскликнуть. Глава 616. «Опасный человек», ведь груда сваленных тел в одно мгновение превратилась в кучи еще покрытых кровью костей. Разумеется, столь резкое изменение просто не могло не напугать людей моря. А когда эта куча еще и начала шевелиться, их охватил настоящий ужас. Под бдительным взором людей моря куча костей расползлась, и неживые существа выстроились ровными рядами. Более крупные остались сверху, а мелкие нырнули в воду. И вскоре 100 000 бессмертных созданий образовали идеально ровную коробку. Разумеется, все это время люди моря взволнованно наблюдали за происходящим. Джао посмотрел на людей моря, и его сердце не могло не затрепетать. А затем неживые существа внезапно исчезли, остались только две черепахи. Джао запрыгнул на спину черепаха подобной нежити, а затем сказал, «Командующий гор, я искренне благодарен вам за помощь. Не стоит волноваться, мы вернемся на остров самостоятельно». После чего черепаха поплыла обратно к острову. В то время как Джао приближался к острову русалок, лицо гора стало невероятно уродливым. По его мнению, самую большую опасность для острова представляет именно Джао. Ведь тот мог призвать как минимум 100 000 немертвых существ в любой момент. Подумав об этом, гор мгновенно последовал за ними, собираясь глаз не спускать со столь невероятно опасного человека. Сам Джао ничего об этом не знал. Он просто стоял на черепахе и осматривал все вокруг. Остров русалок очень большой и окружен странными скалами, на которых любят отдыхать хозяйки этого клочка суши. Естественно, русалки в свою очередь тоже с любопытством рассматривали самого главу клана Будда. Ведь им тоже было очень интересно посмотреть на совершенно необычное зрелище. Но что заставило Джао действительно удивиться, так это тот факт, что среди русалок он не видел пожилых женщин. Все девы были прекрасны и юны. Даже во дворце при помощи монитора он не смог найти ни одной пожилой дамы. Через некоторое время Джао нашел своих жен. Они сидели на рифе с несколькими русалками и, казалось, были очень счастливы. Глаза Мэт были более острыми, и поэтому она первая увидела Джао, а затем сразу же помахала ему рукой. Естественно, глава клана Будда направил черепаху к ним. Когда же он приблизился, то, улыбнувшись, произнес, «Смотрю, вам тут действительно очень весело. Я попрошу Кима сопроводить меня к королеве, а вам оставлю свою нежить». После этих слов Джао призвал нескольких немертвых черепах. Черепаха Ким повернул голову к Джао и сказал, «Хорошо, давайте я отведу вас обратно во дворец», после чего они отправились обратно к сети туннелей. Джао тщательно посмотрел на двух мужчин. Сейчас было заметно, что Ким был крайне взволнован, впрочем, как и гор. Джао абсолютно не интересовался тем, что они думали. В любом случае, он пришел сотрудничать с русалками и не собирался быть их врагом. А это значит, что и они не станут на него нападать. Джао поприветствовал Кима и произнес, «Страж Ким, я дал своим супругам несколько черепах, так что вам не нужно посылать за ними своих подчиненных, а сейчас не могли бы вы отвезти меня к королеве?» Ким быстро кивнул и сказал, «Мистер, пожалуйста, пойдемте со мной». После чего они все вместе направились в обратный путь. Гор посмотрел на спину уплывающему Джао и вздохнул с облегчением. Сам не зная почему, но после того, как глава клана Будда превратил этих магических существ в нежить, Гор всегда испытывал большое давление. Теперь же обо всем должен позаботиться Ким. Гор посмотрел на вход в сеть туннелей и сказал, «Кажется, на этот раз морским драконам действительно очень не повезет». После чего он вместе со своим китом нырнул в воду. После того, как Джао и Ким снова оказались в бассейне у тронного зала, глава клана Будда убрал нежить и вместе с черепахой отправился к королеве. Когда Джао прибыл к передней части главного зала, он увидел, что Лола уже ждала его. Девушка, увидев главу клана Будда, слегка удивилась, но тут же сказала, «Мистер, ее величество уже ждет вас». Джао кивнул и вошел вслед за Лолой в главный зал. Где рядом с королевой сидела Лолу и о чем-то с ней разговаривала, а правительница Марии время от времени кивала. После того, как Джао и Лола поприветствовали королеву, та кивнула и сказала, «Я не ожидала, что мистер вернется настолько быстро, может быть у вас не все прошло гладко?» Джао же слегка улыбнулся, «Нет, все прошло очень гладко, пожалуйста, не волнуйся. Если вам это нужно, я могу отправиться на поле битвы хоть сейчас, ибо черный маг может проявить наибольшую силу только на поле битвы». Королева кивнула, «Не стоит так спешить. Мы выступаем через два дня. К этому времени киты, меч, рыба и черепахи сформируют армию». Джао кивнул, «Ваше величество, я бы хотел получить информацию об армии морских драконов, чтобы подготовиться к встрече с ними». Королева кивнула, «Это не проблема. Пожалуйста, будьте уверены, что скоро она будет в ваших руках». Джао кивнул, а потом сказал, «Ваше величество, тогда с вашего позволения я отправлюсь отдыхать, но если появятся еще магические звери, то, пожалуйста, дайте мне знать об этом». Королева кивнула и сказала, «Хорошо, можете идти отдыхать, а если вам что понадобится, то просто скажите». Джао кивнул, поблагодарил королеву, а затем ушел. Когда Джао ушел, Лулу сразу же сказала королеве, «Ваше величество, этот Джао слишком опасен». Сразу после того, как он махнул рукой, все магические звери превратились в нежить. Так что может не стоит позволять ему жить во дворце. Королева слегка улыбнулась, «Не волнуйся, мистер Джао очень силен и он наш союзник. А чем сильнее союзник, тем лучше для нас. Поэтому не волнуйся, все будет в порядке». Лулу же сказала, «Теперь я понимаю, что такой черный маг. Неудивительно, что люди в шести империях считают их самим злом. Они действительно ужасны. В мгновение ока сотни тысяч магических зверей превратились в ожившие кости. Я действительно не понимаю, почему его жены все еще с ним. Может он их похитил и удерживает силой?» Королева посмотрела на Лулу, а затем улыбнулась и сказала, «Лулу, не стоит никого судить по внешности. Безусловно, заклинания Джао просто ужасны, но он стремится помочь нам и никогда не сражается с теми, кто не является его врагом. А вот светлые маги наоборот, их магия невероятно красива и всегда полезна, но ведь они пытаются поработить все остальные народы. Так что, надеюсь, ты понимаешь, что не важно, какие у человека силы, самое главное это то, как он их использует». Лулу кивнула и сказала, «Да, я понимаю, ваше величество. Теперь, когда мистер Джао присоединился к нам, у меня намного больше уверенности в том, что мы победим в этой войне». Но почему мистер Джао сказал, что всю свою силу черный маг может показать только на поле битвы? Что это значит? Королева улыбнулась и сказала, «А чего на поле битвы больше всего?» Естественно, мертвых тел. Так что черные маги могут подымать нежить прямо там. Чем значительно снижают моральный дух? Подумай сама, что случится, если твой павший мгновение назад товарищ, превратившись в зомби, атакует тебя. Естественно, немногие выдерживают подобное зрелище и просто сбегут в ужасе, несмотря на приказы своих командиров, ведь так? Как только Лулу услышала подобное, ее лицо мгновенно побледнело. А ведь она также являлась опытным воином и не раз участвовала в битвах и охотилась за морскими животными. Но от мысли, что ее верные товарищи, еще минуту сражавшиеся с ней плечом к плечу, нападут на нее и попытаются убить, девушку пронзила дрожь. Королева посмотрела на внешность Лулу, которую явно испугали ее слова. Поэтому она похлопала ее по плечу и сказала, «Именно из-за подобных особенностей черные маги больше всего пострадали от пропаганды церкви света. А ведь среди любых магов есть как благородные и добрые, так и сумасшедшие безумцы, которых следует просто уничтожить». Лулу кивнула, а королева посмотрела на нее и продолжила. Что же касается спутниц жизни мистера Джао, то он в свое время помог каждой из них, когда они оказались в довольно сложных ситуациях. Ну разве что кроме мэг, но они фактически выросли вместе. Плюс Джао действительно любит каждую из них. К тому же, ты ведь и сама заметила, что он не стал брать их с собой, когда отправился подымать нежить. Лулу же посмотрела на королеву и спросила, «Ваше Величество, о мистере Джао ходят различные слухи на континенте арк, но если он действительно настолько могущественный черный маг, то почему его никто не боится?» Королева покачала головой и сказала, «Да, безусловно, Джао весьма силен, но у него совершенно отсутствуют амбиции. Он способен завоевать огромные территории, но похоже ему это совершенно неинтересно. Да и жесток мистер Джао только по отношению к его врагам, что первыми решились напасть на него или его союзников, так что остальные хоть и опасаются его, но не боятся». Глава 617. Начиная с армии. «Когда Лулу услышала, как королева сказала это, то ее лицо просто не могло не измениться, но Ваше Величество, о чем вы говорите? Ведь мистер Джао превратил сотни тысяч воинов империи Аксу в нежить, ведь так? Разве он не злой человек? Почему никто из шести империй даже не отругал его за подобное?» Королева с горечью улыбнулась, в этом вопросе нет никакой разницы, между обитателями суши и народами моря, все уважают силу, а мощь мистера Джао действительно велика. Естественно, никто из людей просто не пожелал с ним ссориться. Кроме того, он же убивал сотни тысяч солдат империи Аксу не без всякой причины, ведь они первыми напали на него, так что ни о какой вежливости не могло быть речи. После этих слов Лулу еще больше нахмурилась, но ведь он все равно убил несколько сотен тысяч людей? Королева горько улыбнулась, а затем сказала, «Если мистер Джао умер бы во время сражений на суше, то сегодня не смог бы нам помочь». Но не будем сейчас говорить об этом. Ты же прекрасно слышала, что он отправился в ледяной ад за божественным копьем и потом действительно вернул столь могущественный артефакт зверолюдам. Неужели плохой человек мог поступить подобным образом? Можно сказать, что он тот, кто жесток к своим врагам, но всегда придет на помощь союзникам. Когда Лулу услышала, как королева сказала это, то не могла не кивнуть. На самом деле в этом мире все не так просто. Но в любом случае каждые силы защищают своих союзников и подавляют врагов, так что в поведении Джао в общем-то нет ничего особенного. Хотя порой он уж слишком жесток. Королева вздохнула. На самом деле морские драконы не менее жестоки. Их союзники акулы и электрические угри отчаянно подавляли всех, кто их не слушал. Жаль, что в эти годы мы слишком невнимательно относились к ним. Лулу тоже вздохнула. За последние несколько лет из-за отсутствия деловых контактов с сушей, количество материалов в море стало весьма скудным. И для того, чтобы справиться с этой ситуацией, русалки создали торговую палату короля морей. Но так как они сосредоточились на этом вопросе, то позволили морским драконам воспользоваться ситуацией и поднять мятеж. А ведь если бы русалки не сосредоточили слишком много энергии на ведение бизнеса, то морские драконы не смогли совершить подобное. Но теперь, когда они обзавелись таким сильным союзником, как Джао, то сумеют показать этим выскочкам, кто же правит морем. Королева повернулась, чтобы посмотреть на Лулу. Лулу, через два дня мистер Джао отправится на линию фронта, но он не знаком с морем. Так что тебе следует помочь ему освоиться, чтобы мы, по крайней мере, смогли стабилизировать ситуацию, если нам не удастся одолеть драконов одним махом. Лулу кивнула. Хорошо, ваше величество, я понимаю. Королева кивнула, а затем, обращаясь к Лулу, сказала. А что делают супруги Джао? С ними все в порядке? Запомни, с ними следует обращаться очень вежливо. Ведь мистер Джао не только могущественный маг, но и весьма влиятельная фигура на континенте Арк. Плюс именно его жены ведут большую часть бизнеса клана Будда. Лулу же улыбнулась и ответила. Ваше величество, не волнуйтесь, с ними все хорошо. Супруги Джао очень хорошо поладили с сестрами. Услышав это, королева улыбнулась и сказала. Это хорошо. На этот раз нам выпала хорошая возможность. Если мы действительно будем сотрудничать с Джао, тогда нам удастся заполучить намного больше товаров людей. Ведь теперь церковь света уже не так сильна, как раньше. Хорошо, Лулу, иди и готовься. Через два дня ты вместе с Джао отправишься на линию фронта. После этих слов Лулу, поклонившись, покинула зал. Джао же в это время сидел в пространственной вилле и смотрел на экран. Так что он прекрасно слышал диалог между королевой и Лулу. И стоит признать, что слова правительницы весьма удивили его. Он не думал, что королева действительно поверит ему. Тем не менее, это очень хорошо для самого Джао. Как только Лулу ушла, глава клана Будда также переключил монитор на другие места. Джао тихо сидел в пространстве. На этот раз рыбакам еще раз удалось собрать довольно неплохой урожай. Похоже, русалки действительно хотят сформировать союз с ним. Для Джао это определенно очень хорошо. За весь день ничего интересного так и не произошло. Народы моря по-прежнему ловили магических животных, но на этот раз притаскивали их уже мертвыми. Поскольку так намного проще. Тем не менее, Джао не спешил превращать эти магических зверей в нежить. Ведь никто из русалок не просил его об этом. Но уже на следующий день глава клана Будда снова использовал магию. Как и раньше за ним наблюдало множество глаз, но на этот раз в них был страх, а не любопытство. Через два дня русалки наконец собрали свою армию. И хотя Джао знал, что у морских драконов около 10 миллионов воинов, глава клана Будда был потрясен количеством русалок. Их было не менее двух миллионов. Когда Джао услышал это число, он несколько онемел. А теперь он потерял дар речи в отношении населения острова. А ведь это только с одного острова. Страшно даже подумать, сколько же их всего. Теперь Джао действительно был очень рад, что народы морей не могут слишком долго находиться на суше. Иначе они уже давно бы завоевали континент арк. На этот раз королева лично сопровождала Джао, чем невероятно сильно шокировала своих подданных. Которые явно не ожидали, что какому-то человеку уделит так много внимания. На самом деле эти люди моря просто неправильно поняли королеву. Ведь на этот раз она не только сопровождала Джао, но и вышла, чтобы взбодрить и сказать несколько напутственных слов своим войскам, которые возглавлял гор. Изначально гор командовал силами обороны на острове русалок, но теперь ситуация изменилась. Кроме того, сейчас им нужно было согласовать действия с Джао. В этом аспекте народы моря были весьма похожи на людей. Королева сказала несколько одобрительных слов, и обитатели морей начали свой военный поход. В это время Джао и остальные находились внутри кита. Используя чешуйчатого кита в качестве основы, он создал нежить наподобие чужого. С одним лишь отличием. Так как кит был намного больше крокодила, внутри него создали целый дом, а не несколько комнат. Так здесь была гостиная, несколько спален и даже ванная. Естественно все это в большей степени использовалось лишь для показухи. А на самом деле глава клана Будай девушки просто переносились в пространственную ферму. Также стоит отметить, что хотя на ките все еще сохранилась кожа и острейшие чешуйки, но они стали абсолютно прозрачными. Так что любой мог увидеть, что происходит внутри, а плывущие в ките могли любоваться подводными пейзажами. Но самое главное, здесь абсолютно сухо, а благодаря магии воздуха всегда есть чем дышать. Сейчас Джао и девушки плыли в ките, так как с ними плыла личная помощница королевы, русалка Лулу. У русалок не было собственного вида особых магических зверей, но они обладали способностью приручать любых морских животных, превращая их в своих маунтов. Естественно, что некоторые русалки отдавали предпочтение конкретному представителю фауны и выращивали его с раннего возраста, а затем рассматривали его, как своего ездового питомца, но подобное происходило весьма редко. Королева сказала Джао, что Лулу поможет найти ему общий язык с представителями различных племен и не станет вмешиваться в то, как он ведет битву. На самом деле королеве не нужно было говорить это. Глава клана Будай так знал, почему Лулу отправилась вместе с ними. Но он не стал этого показывать. И даже очень любезно пригласил Лулу в кита, предварительно приготовив для нее комнату, наполненную морской водой. Войска русалок медленно приближались к линии фронта, по пути увеличивая свое количество за счет воинов небольших племен, что также жили в водах королевы морей. Естественно, даже во время похода Джао продолжал увеличивать количество своей нежити. Иногда морских зверей приносили маленькие племена, а иногда сами воины охотились на них во время привалов. И теперь, если учитывать всех принесенных магических зверей, то их число достигало 500 000, или, другими словами, 1 четвертая от той армии, что собрали русалки в качестве подкреплений для основного войска. Но на этот раз подобное никого не шокировало. Так как Гор и так до сих пор не пришел в себя. И теперь, если завтра Джао предложит превратить всех магических зверей океана в нежить, то Гор сразу же ему полностью поверит. Как оказалось, в море значительно проще собрать огромную армию, чем на суше. Ведь здесь всегда предостаточно воды, съедобных водорослей и магических животных. Правда, продвигается вперед такая армия довольно медленно. Глава 618. Линия защиты. Уже стемнела, хотя так глубоко под водой едва чувствовался солнечный свет. Но даже народам моря необходимо спать и восстанавливать силы. Поэтому войска русалок встали лагерем, чтобы отдохнуть. Хотя стоит отметить, что народы моря бодрствовали значительно дольше людей. Джао и Лаура сидели в гостиной. Они уже как несколько дней покинули остров русалки, но за это время произошло не так уж много событий. Впрочем, девушки особо не скучали, они разговаривали с Лулу о множестве вещей. Вот только русалка практически все это время не отдыхала. Но сегодня наконец уснула даже Лулу. Так что Джао и девушки наконец смогли вернуться в пространственную ферму. Но, глядя на Лауру, что в эти дни не очень хорошо отдыхала, Джао просто не мог не улыбнуться. Как ты себя чувствуешь? Наверное было очень сложно так мало спать? Лаура с горечью улыбнулась. Я не знаю, что происходит. Русалки просто ужасны. Неужели им совершенно не хочется спать? Луиза также кивнула и сказала. Но я действительно завидую русалкам. Они не стареют. Боже, даже в преклонном возрасте они все еще выглядят так, как будто им едва за 20. Это просто невероятно. Джао впервые услышал об этом. Так что он просто не мог не повернуться и взглянуть на Луизу. Неужели все действительно так? Тогда совершенно неудивительно, что на острове нет ни одной старой русалки. Хотя, мужчин этого племени я тоже не видел. Но тогда как же появляются следующие поколения? Когда Меган слушала Джао, то она просто не могла не покраснеть. Но затем она сказала. У русалок имеется секретный метод. После достижения определенного возраста они могут съесть особый плод с дерева на острове русалок. Естественно, рождаются только девочки. Но есть и другой способ. Когда русалке исполняется 40 лет, она может используя секретные методы и создать яйцо в своем теле. А затем из него вылупится маленькая русалочка. Вот только хотя в этом случае фрукты есть не нужно, но этот метод пагубно влияет на силу русалок. Джао, услышав это, пробормотал. Тогда совершенно неудивительно, что у них нет мужчин. Ах да, вы все эти дни развлекались на острове, ведь так? Может вам удалось увидеть эти фрукты? Когда Меган посмотрела на внешность Джао, то просто не мог не улыбнуться. Я знала, что ты спросишь об этом. Да, мы их видели. Дерево действительно очень красивое, а плоды необычные. Что же касается корней, то они невероятно длинные. Тянутся они от вершины острова и до самого моря. Вот только как бы мы не просили, но так ничего и не смогли заполучить. Однако Каир могла бы отрезать часть корня, что находится в воде, и отправить его на склад. Брать плоды слишком опасно, поскольку все они уже давно посчитаны и пропажа даже одного вызовет переполох. Джао же, услышав это, произнес, даже так? Хорошо, тогда Каир отрежь часть корня. После этих слов дух растений переправил корень в пространственную ферму. Как только корень оказался на месте, все услышали сообщение. Обнаружен корень с интенсивной жизненной аурой. Все живые организмы в пространственной ферме усилены. Если посадить это дерево в ферме, жизненная энергия в пространственной ферме будет становиться все более сильной. Пространственная ферма получает 59 уровень. Надеемся, что хозяин и дальше будет прилагать массу усилий по улучшению фермы. Джао замер на мгновение, а затем обрадовался и сразу же сказал Каир выделить отдельное место, чтобы посадить это невероятно полезное дерево рядом с виллой. Меган никак не ожидала, что какой-то корень сможет фактически улучшить пространственную ферму. А после того, как Джао посадил его, то просто не мог не взглянуть на девушек. Мои старые мадам, мы так много работали. Поэтому давайте также займемся размножением. После этих слов девушки густо покраснели и отправились в виллу. Армия маршировала в течение 13 дней и, наконец, оказалась недалеко от линии фронта. Они приготовились провести здесь хороший отдых, а завтра отправиться на передовую. Джао, естественно, не возражал. Все это время он не только превращал магических зверей в нежить, но и учился у гора. В войне между обитателями прерии и людьми он узнал, как ведут себя как те, так и другие. Но их тактики ведения боя отличаются от тех, что использовали народы морей. Во-первых, для людей и зверолюдей невероятно важна логистика. А вот обитателям морей нет. Впрочем, как и самому Джао. Во-вторых же, война обитателей суши двухмерная, а у людей моря трехмерная. Безусловно, это немаловажный факт. Когда армия людей или обитателей прерий движется вперед, в лучшем случае она разделена на авангард, основные силы и арьергард. Такая трехрукая армия неплоха, но для людей моря все иначе. Их ряды значительно сложнее, чем у сухопутных войск. Если армия людей это фактически три колонны, то армия народов моря похожа на куб. Естественно, у Джао загорелись глаза, когда он увидел подобное построение. Используя такой строй, армия обитателей морей могла разбиваться на меньшие кубы, словно кубик Рубика. Что значительно увеличивало количество доступных тактик. Правда, Джао считал, что они не слишком сложные, так как даже самые гениальные генералы не смогут сделать с подобным построением что-то действительно уж очень хитроумное. Гор-хранитель острова русалок демонстрировал просто невероятные способности. Ведь даже несмотря на то, что он командовал двумя миллионами, у него все получалось довольно легко. Так что Джао было чему у него научиться. Все это время глава клана Будда внимательно следил за действиями Гора. А возвращаясь в пространственную ферму, тщательно анализировал каждое его решение. В этом ему очень сильно помогали записи, сделанные Каир. Девушкам также было очень любопытно, и они учились вместе с Джао. Однако у главы клана Будда явно не было таланта стратега. Нет, он мог командовать определенным количеством воинов, но явно не целой армией. Но, что больше всего удивило Джао, так это Луиза и Миган. Девушки продемонстрировали просто удивительные таланты в руководстве армией. Если бы они возглавили войско, то, безусловно, добились бы невероятных успехов. Что же касается Лауры, то несмотря на свой невероятный талант в ведении бизнеса, когда дело касалось армии, ее успехи были абсолютно такими же, как у Джао. Джао посмотрел на эту ситуацию и просто не знал, что об этом думать. Нет, безусловно, это очень хорошо, что у Миган и Луизы все хорошо. Во всяком случае, обычно им просто нечего делать, и они помогают Лауре справиться с делами клана Будда. Но в этом им явно не достичь особых высот, так что девушки никогда не брались за особо сложные задачи. Но сейчас они, похоже, нашли свое призвание. Вот только на данный момент все их знания были не более, чем теорией. А вот опыта реальных сражений у девушек практически не было. Впрочем, Джао особо не переживал, ведь уже довольно скоро им придется сражаться против морских драконов, так что девушки смогут получить необходимый опыт, а даже если немного ошибутся, то нежити все равно не жалко. На следующее утро они наконец добрались до линии фронта. Джао уже хорошо знал о нынешней ситуации от Луу. С левой стороны от линии фронта находилась очень особенная местность, а именно глубокая расщелина, которая образовалась благодаря быстрому и невероятно холодному течению. Любой из народов моря, заплывший в него, моментально замерзал, а затем его просто разрывало на кусочки. Но самыми ужасными считались демонические осьминоги, что жили в этой расщелине. Этот демонический осьминог самый сильный магический зверь в океане. Каждый из них достиг 9 уровня и только они могли не бояться этого подводного течения. Но, к счастью, осьминоги никогда не покидали расщелину, иначе в морях произошла бы самая настоящая катастрофа. На правой стороне линии фронта находилась еще одна запретная зона, называемая рифовой душой. Там действительно росли густые рифы. Но самое главное, что там практически нет жизни. Даже народы моря не решались заходить в эту зону слишком далеко, но им все же удалось узнать, что же не в порядке. Как оказалось, всякий, кто попадает туда, теряет чувство направления и продолжает ходить кругами. Но кроме этого, в этих не слишком оживленных водах обитают весьма ядовитые существа. От яда которых просто не существует лекарства. Именно благодаря этим двум особым местам русалки и смогли протянуть между ними оборонительный рубеж. Это был единственно правильный выход, так как большинство племен, обитающих в морях, никогда не строят городов или даже временных лагерей. Так что они могли выстроить линию обороны только вот таким вот образом. Опираясь на особенности местности, русалки образовали линию обороны на тысячи миль, а военачальник возглавил армию из 6 миллионов существ. Они должны были удерживать морских драконов до прихода подкреплений. Впрочем, Джао знал, что он прибыл только с самой первой партией подкрепления. Вторая партия и третья прибудут в ближайшие несколько дней. Вот тогда все и начнется. Но теперь, после прибытия Джао, все совершенно иначе. Ведь главе клана Будда удалось собрать более миллиона немертвых морских магических животных, которые он по дороге сюда превращал в нежить. Глава 619. Огромная улитка. Когда Джао прибыл на линию фронта, то оказался просто ошеломлен. Он не ожидал увидеть здесь нечто подобное. Линия обороны народов моря отличается от таковой у людей. Если у человеческой расы она чаще всего похожа на городскую стену или укрепленные позиции, то у народов моря нет ничего подобного. У них это просто очищенное от всего лишнего пространства. К тому же, осмотревшись слева направо, Джао так и не увидел армию. И только на расстоянии около тысячи миль от линии фронта ему удалось заметить вооруженных обитателей морей. Но и эти войска были также очень особенными. У них не было военных лагерей, а только разделение на квадратную матрицу. Эти квадраты обычно состояли из представителей одной и той же этнической группы, так что в этой области находилось около тысячи квадратов. Вот только и они размещались в трехмерной плоскости. Одни находились на самом дне, в то время как другие практически всплывали на поверхность. Подобное размещение вызвало бы головную боль у любого нормального человека. После того, как Джао прибыл, они не стали присоединяться к армии, а вместо этого остановились на линии обороны. Гор заранее предупредил об этом главу клана Будда. Ведь если они вольют в эту массу еще и свои несколько миллионов, то командовать таким огромным количеством войск станет просто невозможно. После того, как подкрепления остановились, Гор отправился к чешуйчатому киту Джао. Сейчас глава клана Будда как никогда понимал все преимущества черного мага. Даже находясь среди 2 миллионов военных, его никто не беспокоил, наоборот, все предпочитали держаться от него как можно дальше. Джао же мог только горько улыбаться, глядя на эту ситуацию. Уж такие черные маги, их всегда боялись и будут бояться. Когда глава клана Будда увидел, что к нему приближается гор, он сразу же отправился к голове кита, а затем приказал нежити открыть свою пасть. Естественно, при этом он использовал магию, чтобы не дать воде просочиться вовнутрь. К этому времени гор как раз приблизился к киту и, увидев Джао, тут же сказал, «Рад вас приветствовать. Мы прибыли на место, так что я хотел бы попросить мистера пойти со мной, чтобы встретиться с генералом Лоин». Джао кивнул и ответил, «Хорошо, пожалуйста, возьмите на себя инициативу и идите впереди». Гор кивнул, после чего развернул своего маунта и направился к основным силам. Глава же клана Будда направил свою немертвого кита за ним. Стоит отметить, что кроме бессмертного кита Джао других немертвых поблизости не было. Так как они могли бы распугать представителей народов моря или просто подорвать их боевой дух. Вскоре они приплыли к основному войску. И приблизившись к нему, Джао понял, что многие из представленных здесь племен он видит впервые, и поэтому с любопытством начал рассматривать их. Естественно, людям моря также было весьма любопытно, что же происходит, и они тоже с интересом наблюдали за происходящим. Через некоторое время они отправились в самый центр этой огромной формации. Ведь именно там находился главнокомандующий этой армии. Но, к удивлению главы клана Будда, они постепенно приближались к огромной раковине. Ее размер просто поражал 100 метров в высоту, примерно столько же в ширину и более 30 метров в толщину. Эта раковина голубого цвета выглядела словно парящий дракон. Когда он увидел эту раковину, Джао был ошеломлен, потому что узнал ее, она принадлежала знаменитой драконьей лазурной улитке. Эта улитка была весьма знаменита не только среди людей моря, но о ней хорошо знали и обитатели суши. Ведь ее раковина, во-первых, обладала невероятными защитными способностями, а во-вторых, она могла благословлять воду. Но вот растет подобная раковина невероятно долго, всего на 1 метр каждые 10 лет. А это значит, что этой как минимум 1 тысяча лет. Безусловно, если подобное вынести на сушу, она станет главным сокровищем любой страны. Но и сейчас ее ценность для народов моря, наверное, просто невероятна. Лаура и остальные девушки тоже смотрели на эту огромную и несравненную улитку. Они действительно не думали, что в этом мире она может достичь настолько огромных размеров. Стоит отметить, что даже обычная драконья лазурная улитка может выдержать атаку эксперта 9 уровня, особенно если у нее имеется доступ к воде. Но эта тысячелетняя улика вполне могла противостоять атакам нескольких экспертов 9 уровня без особых проблем. Эта драконья лазурная улитка сама по себе является магическим зверем 9 уровня, но у нее имелась весьма необычная особенность, а именно, невероятная пугливость. Так, обладая столь невероятными силами, она могла попросту испугаться даже эксперта 8 уровня, что уж там говорить о 9 уровня. С пищей все так же было довольно непросто. Питались такие улитки только особыми водорослями, поэтому встречались очень редко, примерно 1 на 100 квадратных метров, что делало их сокровищами даже глубоко на дне моря. Лу, взглянув на Джао и остальных, просто не могла не почувствовать гордости. И поэтому глубоким голосом сказала, «Это особая раковина племени русалок. Мы многие поколения совершенствовали ее, и теперь она способна заблокировать одновременную атаку 6 экспертов 9 уровня». Сейчас во время конфликта с морскими драконами королева намеренно позволила генералу Лойну использовать ее. Услышав это, Джао и остальные восхищенно вздохнули. Эта улитка действительно невероятно сильна, раз может блокировать атаку 6 полубогов. Стоит понимать, что под этим подразумевалось не то, что 6 человек ударит в разные места, а то, что одно существо нанесет сокрушительный удар с силой сразу 6 экспертов 9 уровня. Но самое главное, что Лулу также сказала, что после ее совершенствования им занималось лишь несколько поколений, а это значит, что здесь не обошлось без алхимии. И эта новость была еще более удивительна. Народы моря всегда жили в воде, и по этой причине не использовали огонь. А как известно, в алхимии без него никак не обойтись. Но тогда каким образом им удалось настолько ускорить рост улитки? Когда Лулу увидел удивление Джао, то просто не могла не улыбнуться. Мистер, вы наверное подумали, как же нам удалось добиться подобного? На самом деле все благодаря нашей главе, что руководила нами 3000 лет назад, после достижения 9 уровня ее не интересует ничего, кроме различных изобретений. Так что после нескольких лет экспериментов ей, наконец, удалось создать особый метод очистки водой. Он не требует огня, а использует только воду для очистки объекта. Благодаря ему мы продвинулись вперед во многих сферах, так мы, безусловно, отстаем от гномов в вопросах изготовления оружия, но опережаем людей. Джао и Лаура Ашарашина посмотрели на Лулу. Они впервые услышали, что кто-то может использовать воду для создания алхимических препаратов, разве это возможно? Это же просто невероятно. В то же время Джао также отдал дань бывшей главе русалок. Глава клана Будда отлично понимал, что методы, используемые русалками в алхимии, значительно отличаются от тех, которыми пользуются люди. И если о них станет известно на суше, то это произведет настоящий фурор. Лулу посмотрела на Джао и сказала, в наших морях имеются различные металлы, а также кости магических животных, камни, водоросли и т.д. Все эти вещи можно превратить в оружие после переплавки. К примеру, таким вот образом создан трезубец, которым пользуется гор. Его создали из обработанных костей животных и камней. Как результат оружие вышло не только прочным, но и долговечным. Но самое главное, на него никак не влияет вода, что невероятно важно для народов морей. Джао кивнул и не мог не вздохнуть. Ваша бывшая предводительница действительно гений, раз она смогла придумать столь невероятный метод. Лулу гордо кивнула, но потом посмотрела на главу клана Будда и сказала, но этот метод имеет множество ограничений и недостатков, так что производство весьма ограничено. Да и не во всех морях им можно воспользоваться. Так что, помимо приближенных к племени русалок, мало кто может похвастаться хорошим оружием. Джао кивнул, он почувствовал, что это вполне разумно. Если подобным методом очистки водой будут обладать только русалки, то их сила значительно возрастет. С другой стороны, хорошо, что у метода множество ограничений, иначе все море могло бы превратиться в огромный оружейный завод. Лулу тем временем продолжила. Эту драконию лазурную улитку русалки получили совершенно случайно. Но, к сожалению, к тому времени сама улитка уже была мертва, так что нам осталась только раковина. Когда же она была доставлена на остров, королева предложила очистить и улучшить ее. Так что сейчас вы видите перед собой результаты работы нескольких поколений моего племени. Джао, услышав это, вздохнул, и на этот раз он был поражен. Хотя сила клана Будда была очень огромной, но по сравнению с тысячелетними кланами они не настолько многогранны. Русалки несколько поколений улучшали раковину и получили в свое распоряжение невероятно мощный артефакт, а вот у клана Будда не имелось столь сильного фундамента. В это время Джао и Гор уже приблизились вплотную к раковине. Что ни говори, а вблизи она еще более восхитительная. Ее стенки так и сверкали металлическим отблеском, показывая их невероятную твердость. Но как только они оказались возле ее спирали, несколько русалок заблокировали их продвижение вперед. Глава 620. Коническая атака. Джао заметил, что эти русалки слегка отличались от тех, что он видел ранее. До этого все девушки этого племени носили исключительно зеленые мантии, и их едва можно было увидели в другой одежде. Естественно, глава клана Будда поинтересовался, почему все именно так, и узнал, что в таких нарядах они лучше всего чувствуют воду. Тем не менее, русалки, которые вышли из раковины, были одеты в доспехи, а в руках держали посохи. Естественно, видя подобное несоответствие, глава клана Будда удивился. Броня этих русалок, кажется, изготовлена из раковины и костей магических животных. Она темно-синяя и очень красивая, а с шлемом на голове русалки выглядели словно героини. Посох в их руках также очень особенный. Скорее всего, его сделали с кристалла, но один из концов невероятно острый, так что его можно использовать как оружие ближнего боя. Джао посмотрел на этих русалок и горько улыбнулся в своем сердце. Говорят, что русалки действительно уникальны. Они рождаются не только с естественной склонностью к магии воды, но и могут контролировать морских зверей. Плюс их физическая сила также очень высока. Так что даже в рукопашной схватке они весьма грозные противники. После того, как русалки остановили Джао и гора, они поприветствовали их. А затем девушки, сделав то же самое в ответ, произнесли, «Генерал уже ждет вас. Гор, мистер Джао, пожалуйста, следуйте за нами». Джао и гор кивнули, а затем последовали за русалками в раковину, пространство внутри которой оказалось не таким уж маленьким. Ведь ездовые маунты гора и Джао свободно поместились в нем. Джао же обратился к Лулу и девушкам, «Места здесь довольно много, но будет намного лучше, если я все же спрячу своего кита. А то теперь сюда никто не сможет нормально заплыть. Лулу, вы можете доплыть и так, а вы, дамы, пожалуйста, подойдите ко мне». Девушки с облегчением вздохнули и собрались возле Джао, а затем глава клана Будда создал при помощи своего посоха огромный воздушный пузырь, что мигом окружил их, после чего Джао приказал киту открыть рот. В следующий момент они оказались в воде. Лулу сразу же отправилась поприветствовать воинов-русалок, что в свою очередь называли ее старшей сестрой. После гор отпустил своего ездового кита, а несколько человек отправились вглубь раковины и через некоторое время оказались в зале, сделанном из костей животных и водорослей. На полу, где также стояло несколько стульев и столов из того же материала. Но что удивило Джао больше всего, так это тот факт, что в этом зале не было ни капли воды. В самой внутренней части зала находился диван или даже скорее маленькая кровать, на которой сейчас лежала русалка. Как только они вошли в зал, Гор и Лулу подошли к русалке и сказали, «Рады видеть вас, генерал Лоин». Лоин посмотрела на Лулу и гора, после чего кивнула головой. А Джао тем временем также произнес, «Джао рад поприветствовать генерала Лоин». После этих слов Лоин встала и сказала, «Лоин рада увидеть мистера Джао. А также мне хотелось бы поблагодарить вас за предоставленную помощь». Ее голос был немного холодным, впрочем, как и ее внешность. Хотя все русалки очень красивые, но есть и отличия. Так королева великолепна, зрелая и элегантна, Лулу своего рода очень солнечная, а эта девушка кажется немного холодной, демонстрируя свою героическую красоту. После соблюдения всех церемоний, Лоин предложила Джао присесть, а затем посмотрела на гора и сказала, «Вы как раз вовремя. В эти дни морские драконы внезапно напали на нас. У них довольно много мастеров, так что наши потери очень большие. Сейчас число тех, кто держит линии обороны, составляет менее 4 миллионов, так что вы лишь восполнили наши потери. Но самое главное, морским драконам кто-то помогает». Услышав это, Гор шокированно спросил, «Но кто мог протянуть им руку помощи?» Но Лоин покачала головой, а затем, сморщив лоб, сказала, «Я еще не знаю, но я не думаю, что они союзники из народов моря. Так как они используют особые шары, чтобы находиться под водой». Джао же посмотрел на Лоин и спросил, «Генерал, а вы можете рассказать мне более подробно об этих водонепроницаемых шарах?» Лоин кивнул и указал на два синих драгоценных камня, которые лежали на столе. Это они и есть. Изготавливают их из глаз морских драконов. С одним таким на теле вы сможете погрузиться так глубоко, как захотите, поскольку камень образует в круг вашего тела щит, из-за которого море не навредит вам. Но вы сможете дышать естественным путем. Однако, морские драконы умирают довольно редко и хоронят своих почивших вместе с глазами, поэтому их наличие у противника довольно необычно. Джао повернул голову и посмотрел на две голубые бусинки. Сейчас они явно не выглядели как глаза. Но каждая из них была размером с кулак. Однако, что ни говори, а со стороны это просто два обычных драгоценных камня. Лоин посмотрела на недоверчивое лицо Джао и сказала, «После смерти морских драконов их глаза медленно сжимаются и, наконец, становятся такими, как вы видите. В прошлом были люди, что даже специально охотились на драконов ради их глаз. Но теперь драконы сами используют их в качестве защитных щитов для их союзников, что, безусловно, довольно странно уже само по себе». Джао кивнул и, повернувшись к Лоин, спросил, «Генерал, а почему они не атаковали сегодня?» Лоин покачала головой и сказала, «Они только что атаковали нас, но затем ушли. Похоже, что они решили нападать недолго, но часто. И стоило ей произнести эти слова, как внезапно раздался громкий взрыв. Как только это произошло, лицо Лоин тут же изменилось, они снова напали. Как только произошел второй взрыв, в зале внезапно появился водный занавес, на котором после незначительных колебаний начала отображаться ситуация снаружи раковины. Правда, по сравнению с пространственным монитором все было видно намного хуже. Но даже этого было вполне достаточно, чтобы удивить Джао. Он впервые увидел, что кто-то другой использовал такую магию. Узнав, как именно это работает, глава клана Будда смог бы использовать свой пространственный экран и перед посторонними людьми. Но сейчас было совершенно не время думать о подобном. Так как все внимание Джао оказалось сосредоточено на битве. С противоположной стороны к ним приближалась армия, но ее строй был весьма странным. Он чем-то напоминал конус, на острие которого находилось огромное существо с белой кожей, высотой около 5 метров и огромным костяным копьем. У него имелось два огромных плавника на ребрах и большой хвост. А также лысая голова и огромное количество острейших зубов во рту. Иными словами, выглядел он весьма ужасающе. Видя это, Лоин сказала, на этот раз они использовали решетку с конусом. Тот, кто возглавляет атаку, Акула, он весьма знаменитый воин по имени Шамын. Хотя у него только 8 уровень, его защитные способности просто невероятны. С ним очень сложно справиться, так как и магия на него практически не действует. Да и выносливости ему не занимать, это уже его 6 атака за последние 10 дней. После этих слов девушка потянула за веревку под столом, и Джао увидел, что теперь занавес отображает ряды защитников. Их построение напоминало вращающийся вихрь, центр которого находился как раз напротив острия конуса. Стоило двум формациям столкнуться, как море тут же стало невероятно красным. Увидев это, Гор встал и сказал, генерал, позвольте мне пойти заняться этой акулой. Гор – знаменитый воин китов, а киты всегда были сильнее акул. И поэтому он не мог сейчас просто сидеть и смотреть на это сражение. Но Лоин покачала головой и сказала, не волнуйся, мы в состоянии сдержать его. К тому же, наши соперники просто проверяют нас на прочность, так что через некоторое время они отступят. После этих слов Гор просто сел, но его глаза все еще смотрели на водяную завесу. И хотя из-за крови ничего не было видно, кит внимательно всматривался в красную воду. Как и сказала Лоин, на этот раз это был просто тест на выносливость. Так что через некоторое время напавшие организованно отступили. Когда Лоин увидела, что их враги ушли, то убрала водную завесу и, повернувшись к Джао, а также гору, произнесла. Морские драконы атакуют за день по нескольку раз. Сейчас же было всего лишь искушение. Но в следующий раз атака будет более жестокой. А вот Джао кивнул и сказал, генерал, могу ли я пойти и забрать тела павших врагов? Когда Лоин услышала, как глава клана Будда произнес это, то просто не могла не задуматься над этим вопросом. Но затем она кивнула и сказала, да, пойдемте. И первой вышла из зала. Вне раковины Джао снова призвал своего бессмертного кита. Он хотел пригласить с ними и Лоин, но она лишь фыркнула и позвала своего огромного морского конька. К которому и забралась на спину. Гор, как обычно, использовал своего синего кита. Так они и поплыли, Джао по центру, морской конек с Лоин слева от него и гор на ките справа. Глава 621. Рыбофон. Вот только Джао не знал, что морской конек Лоин далеко не обычный магический зверь. Этот морской конь и в самом деле весьма странное животное. Все дело в том, что как на суше, так и на море порой встречались иные звери. Они по своей сути являлись магическими животными, но далеко не обычными. Магические звери обычно могли использовать ту или иную магию. А вот иные животные пользовались колдовскими техниками. Внешне все было очень похоже, но, безусловно, имелись и отличия. Магические звери используют магию благодаря особым магическим ядрам, что находится в их телах. Иные звери также могут использовать магию, но кроме этого обладают особыми могущественными техниками. Поэтому невысокоуровневые люди, невысокоуровневые звери не желают провоцировать их. Вот таким вот иным животным и являлся морской конек генерала Лоин. Этот зверь казался очень огромным и громоздким, но на самом деле это просто обманчивый внешний вид. В действительности он довольно опасен, так как владеет не только магией воды, но и льда. Иной зверь является магическим животным, но не всякое магическое животное является иным зверем. Но в море Маунт Лоин это весьма известный иной зверь. Таких, как он, называют ледяными морскими коньками, хотя имя ледяной морской конек и так само говорит за себя. Но между льдом и водой по-прежнему существует определенная разница. Самое главное, изначально исключительно водный магический зверь после мутации получил возможность использовать элемент льда. Ледяные и иные звери, как правило, происходят из водных магических животных. И так как магия воды отличается от магии льда, все это вполне удовлетворяет разницу между магическими и иными животными. Хотя лед и вода фактически одно и то же вещество, но если речь идет о магических атаках, то они невероятно сильно отличаются друг от друга. Ведь неважно, нападение это или защита, магия воды хуже, чем магия льда. Но этот ледяной морской конек, являясь иным зверем, мог пользоваться как льдом, так и водой. Естественно их магия воды не обладает достаточно мощной атакой по сравнению со льдом, но благодаря ей они могут плыть настолько быстро, что другие морские обитатели просто не в состоянии их догнать. Благодаря магии воды, используемой их телом у ледяных коньков словно появляется пропеллер на хвосте, в то время как с помощью маги льда они, как острейшие копье, рассекают воду перед собой. Так что совершенно неудивительно, что их основная атака это разогнаться и на полной скорости врезаться в противника. Благодаря этому их даже называют безумными огненными стрелами, нет-нет они не обладали еще и магией огня. Просто ударив своего соперника, убегали с такой скоростью, словно у них горят ягодицы. Тем не менее ледяные коньки могли доставить массу головной боли. Естественно, главе клана Будда стало любопытно, когда он увидел огромного морского конька, но он так ничего и не сказал, а просто направил своего кита к полю битвы. Гор и Лоин последовали за ним. И вскоре они оказались на месте. Сейчас на поле битвы было много тел, но обитатели морей не собирались их убирать, так как хорошо знали, что их и так снесет течением. Поэтому довольно скоро все эти трупы попросту уплывут. Именно по этой причине Джаи не увидел следов предыдущих сражений. Большинство племен народов моря используют морские захоронения. То есть, после того, как их сородичи умрут, они используют большую раковину, чтобы отправить их в последнее плавание. Если же таковой не найдется, то тело умершего можно просто положить в подводное течение. Нет, безусловно, это не означает, что народы моря неуважительно относились к покойникам. Напротив, они очень уважали умерших. Просто обитатели морей считали, что они рождаются в море, живут в море, а после того, как умрут, то должны вернуться в него. Именно поэтому они и хоронили умерших подобным образом. Естественно, народы моря понимали, что после морского захоронения большинство трупов будут съедены магическими животными, но их это абсолютно не волновало. Так как они считают, что всех морских зверей дал им бог морей, и они также являются частью океана. Исходя из этого, никто не собирался собирать трупы павших на поле битвы, ведь столько раковин им все равно не найти. Плюс течения здесь довольно сильные, так что их довольно скоро и так унесет в открытое море. Похоже, Лоин действительно очень умелый генерал, что хорошо относится к своим подчиненным. Ведь только такой главнокомандующий может заставить солдат сражаться до конца и побеждать врага даже ценой собственной жизни. Джоа обернулся и помахал рукой, после чего тела их врагов окутал черный туман, а когда он исчез, пропали и трупы. Джоа не хотел, чтобы люди моря увидели сейчас не мертвых, ведь он хорошо знал, как именно они отреагируют на нежить. Подобным он может с легкостью подорвать их мораль, что весьма опасно во время войны. Лоин, увидев, что тела исчезли, просто не могла не посмотреть на Джоа. Тот же в свою очередь улыбнулся и сказал, генералу не нужно беспокоиться, я просто отправил их в хранилище. Такое превращение мертвых в нежить может пагубно сказаться на морали ваших войск. Когда Лоин услышала, как Джоа это произнес, то просто кивнула, она действительно восхищалась главой клана Будда, даже в такое время он думал и о чувствах других. Джоа повернулся, чтобы посмотреть на людей моря, а затем сказал, генерал, если наши враги вскоре еще раз нападут, я бы хотел остаться здесь, что вы на это скажите. После этих слов Лоина шарашина замерла, она не думала, что Джоа сам проявит инициативу в этой войне, но все же покачала головой. Мистер, не волнуйтесь, эти атаки не более, чем насмешки над нами. Лучше понаблюдайте за ними несколько дней, а затем, собрав достаточно сил, мы уничтожим морских драконов одним ударом. Джоа задумался на мгновение, а затем кивнул и сказал, хорошо генерал, я буду готов действовать, как только вы прикажите. Лоин кивнула и они вернулись в огромную раковину. Там Лоин собрала своих помощников и приказала разбить подкрепление на отдельные отряды и усилить ими основное войско, чтобы компенсировать понесенные потери. Изначально глава клана Будда хотел вернуться в своего кита, а затем отправиться в пространственную ферму. Но Луиза и Миган хотели чему-нибудь научиться у Лоин, поэтому он вынужден был остаться. Армия, пришедшая вместе с Джоа, быстро разошлась по разным группам. В то же время Лоин также создала новую полную команду защиты. Она думала, что противник все еще будет атаковать время от времени, и на этот раз все окажутся намного серьезней. Джоа тщательно наблюдал за распределением этих войск. Теперь он намного лучше понимал внутреннюю структуру армии народов моря. Хотя воинство было разделено на квадратную матрицу, каждый из таких квадратов делился еще на четыре небольших квадрата. Первый – это черепахи или любое другое племя с сильной защитой. Второй – дальний бой. Обычно это маги или любые иные стрелки. Затем воины рукопашного боя. Именно они являлись основной атакующей силой. И последние войска поддержки. С помощью таких четырех маленьких квадратов образуется большой квадрат, а большая квадратная матрица формируется из таких вот более крупных квадратов. Таким образом каждый из квадратов был полностью универсален и мог действовать отдельно от основных сил. Но что удивило Джоа больше всего, так это передача сообщений при помощи дрессированной рыбы. Эта новостная рыба очень особенная. Ее тело маленькое, но она очень быстро плавает и ее легко дрессировать. Но самое главное, что такие рыбки могут передавать сообщения друг другу, используя особую звуковую волну. Естественно, все было довольно не так просто, как кажется на первый взгляд. Используя особую магию, народы Марии учили рыбок передавать сообщения при помощи особых звуков, создавая из них довольно запутанные коды. Без ключа к которым сама рыбка абсолютно бесполезна. Когда Джоа услышал об этом, то у него возникло ощущение, что он снова вернулся на землю. Ведь то, как работали эти рыбки, напоминало ему настоящую телефонную сеть. Хотя весьма примитивную, но для континента Арк это просто невероятно. Естественно, что Джоа очень заинтересовался этой рыбой и попросив нескольких улоин, сразу же отправил их в пространственную ферму. Но, разумеется, что о получении нового уровня не могло быть речи. Но теперь коммуникационные способности фермы стали намного более разнообразными. Глава 622. Мобильный. Телефон. Коммуникационные способности пространственной фермы всегда были большой проблемой. Ведь всеми функциями фермы могли пользоваться только Джоа или Каир. Поэтому, если его супруги куда-то уходили, ему приходилось возвращаться в пространственную ферму, находить и рассказывать последние новости или просить об этом Каир. Теперь, когда они получили столь особую рыбу, ситуация изменилась. Попав в пространственную ферму, рыба прошла через усовершенствование и сейчас могла не только издавать особые звуки, но и говорить. Однако это не значит, что рыба вдруг обрела самосознание и высокий уровень интеллекта. Она была способна только воспроизводить человеческую речь и передавать через ферму сообщения другим рыбам. Когда Джоа услышал об этом, то оказался ошеломлен. Таким образом, пространственная ферма исполняет роль спутника, а рыба является мобильным телефоном. Вот только рыба не могла покинуть воду, и это был весьма серьезный недостаток. Но Джоа мог решить и эту проблему. У него имелись пространственные хранилища, а также стеклянные бутылки. Так что воду в бутылку, а ее саму в пространственные хранилища. Этот вид рыб был не очень большой. Его даже можно назвать декоративным, так как рыбки отличались особо красивым окрасом. Поэтому их вполне можно было разместить в пространственных хранилищах. Естественно, подобная функция поразила не только Джоа, но и девушек. Так что они немедленно попросили Каер начать разводить эту рыбу в пространственной ферме. После чего сообщили о случившемся Куну и Грину. Ведь в будущем при помощи подобного метода они смогут довольно легко связываться с ними. Безусловно, Джоа не ожидал, что на этот раз им удастся найти что-то настолько полезное. Что ни говори, о путешествии к народам моря уже можно считать невероятно успешным. А тем временем, пока Джоа и его супруги занимались особенными рыбками, войска морских драконов снова атаковали, буквально через два часа после прошлого нападения. На этот раз наступление врагов полностью отличалось от первой атаки. Сейчас они продвигались прямолинейно. Похоже, эта битва станет весьма ожесточенной. В это время Джоа и девушки снова сидели в раковине и смотрели на водную завесу. Сейчас в зале также находилось несколько аквариумов с рыбами с мсками. Эти рыбки используются для передачи сообщений различным отрядам огромного войска. Но, естественно, они намного медленнее пространственной фермы. Впрочем, сейчас главу клана Будда интересовали не рыбки, а действия врагов. Так что он внимательно наблюдал за происходящим. Противник приближался не очень быстро. Но было хорошо видно, что ряды вражеской армии очень плотные. Что же касается генерала Лоин, то она использовала кубическую матрицу. На этот раз в рядах противника имелись электрические угри и другие племена, способные атаковать издалека. Так что, похоже, на этот раз сражение окажется весьма затяжным и серьезным. Безусловно, Лоин также это заметила, так как она начала отправлять сообщения через рыбок. Конечно же, Лоин не использовала свою магию, чтобы передать команды через рыбок. Она просто продиктовала приказы, а затем другие русалки использовали свою магию для передачи этих команд через рыбок. По мере того, как армия противника все приближалась в рядах обороняющихся, также произошли определенные изменения. Все, кто был более или менее устойчив к атакам электрических угрий, оказались в первых линиях. Сегодня Чжа увидел, как же сражаются народы моря в полноценной битве. Никаких переговоров. Одна сторона атаковала, а другая защищалась. Дистанция между двумя армиями становилась все меньше и меньше. И когда оставалось около двухсот метров, нападающие остановились. А затем в их рядах появился синий электрический свет, что уже через пару мгновений полетел к обороняющимся. Обороняющиеся немедленно отреагировали, и оборонительные отряды, пришпорив своих маунтов, заблокировали эту атаку. Чжа внимательно следил за битвой. Он действительно не думал, что угри смогут так хорошо контролировать электричество. Они использовали электричество в воде, и при этом оно не рассеивалось. Это было немного невероятно, но тем не менее он видел все своими глазами. Тем не менее, защищающиеся тоже не сидели сложа руки. В ответ в нападающих полетели ледяные и водяные стрелы. Начался взаимообмен дальними атаками. Таким образом, битва велась примерно в течение 10 раундов. Но потом, похоже, угри разрядились, так как электрические выстрелы становились все слабее и слабее. И в какой-то момент начали лететь только магические атаки. Однако, через какое-то время и они исчезли. Стрелки с обеих сторон выдохлись, и в армии начались перестановки. Племена, ответственные за дальние атаки, медленно отступили, а бойцы ближнего боя вышли вперед. Лоин наблюдала за тем, как ее солдаты тоже готовятся к рукопашной схватке. Похоже, время дальних атак закончилось и сейчас воины двух армий столкнутся лицом к лицу. Но на этот раз нападающие выстроились не просто конусом, а сложной структурой с множеством острых конусов. Лоин, видя это, тут же приказала всем перестроиться в падающие камни. После этих слов русалки немедленно передали ее приказ основным войскам, и через некоторое время вся формация обороняющихся начала вращаться. После чего, когда две армии уже собирались столкнуться, защищающие внезапно запустили бесчисленное количество больших и маленьких камней в атакующих. Те, по-видимому, не ожидали подобного, и поэтому не только получили значительный урон, но и оказались обескуражены. А тем временем защищающиеся уже продолжали движение вперед и затем набросились на воинов армии морских драконов. Видя всю эту ситуацию, Джао просто не мог не посмотреть на Лулу, находящуюся недалеко от него. Она хорошо знала о всех аспектах жизни народов Мари, и именно поэтому королева отправила ее, чтобы помочь главе клана Будда. Когда Лулу посмотрела на Джао, то сразу же поняла, о чем он хочет спросить, и поэтому быстро сказала, это племя кальмаров. Они довольно странные. Обычно народы моря используют магию воды для дальних атак, но есть и исключения. Как вы сами видели, угри пользуются молнией, а кальмары нападают при помощи камней. В их телах имеются особые мешочки, куда они могут их положить до тех пор, пока не столкнутся с противником. Вот только диапазон подобных атак не очень большой, правда их мощь гораздо выше, чем у заклинаний магии воды. Джао кивнул. Честно говоря, в море проживало просто невероятное количество различных племен. По сравнению с ним, разнообразие зверолюдов уже не кажется столь поразительным. Сейчас глава клана Будда как никогда восхищался знаниями Лулу. Ведь то, что она знала об особенностях всех самых опасных племен, обитающих в морях, уже было просто поразительным. Можно сказать, что, когда Лоин использовала кальмаров, то уже одолела их врагов. Ведь сейчас строй армии морских драконов нарушен, и их воинство могло только с достоинством умереть. Поэтому совершенно очевидно, что нападающие начали медленно отступать. Сделать быстро они этого не могли, так как их было слишком много. Увидев это, Джао просто не мог ни кивнуть. Похоже и командующий их врагов не так прост. В этом случае он решительно отказался от части своих воинов, чтобы спасти большую часть войска. Джао обернулся, чтобы взглянуть на Лоин. Генерал, давайте используем мою нежить, чтобы ударить по отступающим. Лоин ошарашенно замерев на мгновение, повернулась, чтобы посмотреть на Джао. А потом сказала. Но, мистер, сейчас на поле битвы слишком опасно. Джао же улыбнулся и сказал. Не стоит переживать, мне не нужно даже покидать этой комнаты. После этих слов он достал кровавый призрачный посох, затем взмахнул им, и возле армии морских драконов появился туман. А как только он развеялся, множество бессмертных созданий набросилось на отступающих. Естественно, последние оказались застегнуты врасплох. Ведь они выставили защиту относительно войск русалок и никак не ожидали внезапно получить удар от нежити, что появилось из ниоткуда в больших количествах. В большой армии морских драконов началась маленькая паника, но было очевидно, что их командир действительно очень хороший, поэтому моментально среагировал на изменение ситуации. Все войска начало вращаться, блокируя атаки нежити. Глава 623. Битва. Вот только, хотя глава клана Будда велел нежити не сражаться в полную силу, чтобы никто не узнал о ее силе 9 уровня. Немертвые создания все еще были невероятно сильны, чем очень сильно удивили воинство морских драконов. Но несмотря на это, нежить хоть и была невероятно сильна, но все же не неуязвима. И поэтому после хорошего удара, превратившись в черный туман, попросту исчезала. Разумеется, это все это происходило благодаря Джао. Он намеренно возвращал нежить обратно в пространственную ферму, после получения серьезных ударов, чтобы никто ничего не заподозрил. На этот раз Джао использовал лишь полмеллиона немертвых существ. Что же касается спектакля со смертью, то для него имелась иная причина. Глава клана Будда хотел заполучить тела павших воинов морских драконов. Но самое страшное в черных магах, что они могут использовать самоубийственные атаки, чтобы напасть на врага. И не важно, насколько пострадает их собственная армия. Ведь, выиграв битву, они совершенно спокойно создадут себе новых слуг и спавших врагов. Так что сейчас люди морей столкнулись с совершенно новой для них ситуацией. Ведь они никогда прежде не сражались с нежитью. Даже более того, немертвые существа были чаще всего сильнее их. Поэтому упокоить такое создание и не умереть самому, было очень и очень сложно. К тому же, нежить совершенно не боялась умереть, чего нельзя сказать о людях моря. Ведь подобный страх характерен абсолютно всем живым существам. Поэтому даже самая элитная армия может быть побеждена только одним лишь страхом. К счастью, на это раз Джао отправил не так уж много немертвых, всего 500 000. А общее количество войска морских драконов к этому моменту составляло около 3 миллионов. Так что, хотя некоторые небольшие квадраты рухнули, но большинство воинов все же уцелело. Боевая эффективность народов моря очень высока, особенно когда они сражаются в воде. Поэтому, несмотря на свои безумные, самоубийственные атаки, немертвые Джао все же оказались разбиты, и воинство морских драконов, опасаясь новых атак, довольно быстро покинуло поле битвы. Все это время Лоин с широко открытыми глазами наблюдала за тем, как сражается нежить. В морях никто не пользовался черной магией, и поэтому подобное она видела впервые. Но, тем не менее, происходящее можно было описать все одним словом. Ужасно! Мощь немертвых была слишком ненормальна. Но самое страшное, что пока их голова на месте, они все так же будут атаковать, несмотря на полученные раны, потерю конечностей или даже половину тела. Что ни говори, а подобное на самом деле ужасало. Лоин являлась весьма талантливым генералом, и поэтому она, естественно, хорошо понимала, что для сражения с нежитью у солдат должен быть просто невероятно крепкий боевой дух. Сейчас Лоин действительно не осмеливалась недооценивать Джоа. Ведь его немертвые создания убили больше врагов, чем вся ее армия. Когда силы морских драконов отступили, на поле битвы стало очень тихо. А Джоа обратился к Лоин. Генерал, я, пожалуй, снова соберу тела. Лоин кивнула и сказала. Хорошо, но на этот раз я не буду сопровождать вас. Гор, иди вместе с мистером Джоа, а мне нужно решить, как действовать дальше. Когда они вышли из раковины, то, используя своих маунтов, немедленно отправились на поле битвы. И Джоа тут же превратил солдат морских драконов в нежить. На этот раз ему удалось добыть более миллиона неживых существ. Когда они прибыли на место, то увидели, что из более чем миллиона павших, 800 000 являлись воином армии морских драконов, а остальные 300 000 были защитниками в этой же армии. Так что немертвые существа действительно нанесли огромный урон. Теперь Гор чувствовал себя все более радостным. А также понимает, что имела в виду Лоин. Когда сказала, что такой черный маг, как Джоа, сумеет значительно снизить потери среди их солдат, остальные воины русалок также смогли полностью оценить его могущество. Изначально они не понимали, чем им может помочь всего один человек. Но потом, когда им стало известно от подкреплений, кем он является, то начали его немного уважать. А сейчас, увидев собственными глазами все его силу, даже боятся. После того, как Джоа разобрался с нежитью, он сообщил Гору, что хочет остаться в своем ките и отдохнуть. Так что пока он не вернется в раковину. Гор ничего не сказал. Джоа, ведь их союзник, а не подчиненный. Плюс его мощью даже Лоин не рискнула бы ему приказывать. Так что Джоа никто не контролировал. Когда глава клана Будда разместился в гостиной, что находилась в ките, он тут же включил монитор и позвал девушек. Они не наблюдали за самой битвой, но им было крайне интересно, что же сейчас делают русалки. Поскольку Лулу осталась с Лоин, Джоа чувствовал себя гораздо свободнее и мог спокойно воспользоваться монитором. Когда Джоа с Гором ушли, Лоин тут же позвала Лулу и спросила Лулу, как мистер Джоа пришел в наши моря и зачем. Услышав это, Лулу немедленно рассказала Лоина встречи Джоа с королевой, а также о приближающемся вторжении богов. Генерал уже слышала нечто подобное от одной из почтовых рыб. Но информация была крайне неполной, а сегодня она, понаблюдав за главой клана Будда, пришла к выводу, что глава клана Будда слишком опасен, и поэтому начала расспрашивать о нему Лулу. Когда же русалка закончила говорить, Лоин кивнула и сказала, я даже представить себе не могла, что у мистера Джоа так много титулов на суше. Пожалуй, он действительно самый важный человек, что когда-либо посещал наши моря, и то, что он наш союзник, на самом деле очень хорошо. Лулу кивнула и сказал, да, ее величество считает точно так же. Скажите, генерал, а с помощью мистера Джоа как скоро закончится эта война? После этих слов Лоин горько улыбнулся, Лулу, боюсь все не так уж просто. Думаю, у морских драконов также имеются свои помощники из шести империй, и это либо люди церкви света, либо священные драконы. Но, к сожалению, и те, и другие владеют магией света, что весьма эффективно против нежити. Так что, боюсь, что помощь мистера Джоа может оказаться весьма ограниченной. У народов моря имелась своя разведывательная сеть на суше, и поэтому они все еще имеют некоторые представления о черных магах. Исходя из этого, естественно, что они знают и об их слабостях. Но светлой магии боятся только обычные черные маги, а Джоа явно не относится к их числу. Когда Лулу услышала об этом, то ее лицо просто не могло не измениться. Что же тогда нам делать? Генерал, мы ведь сможем победить морских драконов, верно? Лоин посмотрела на Лулу и слегка улыбнулась. Конечно же мы можем победить морских драконов. Все в порядке, не волнуйся. На этот раз у них действительно много помощников. Сейчас я просто хочу, чтобы мистер Джоа помог нам потянуть время, пока королева собирает нашу армию. А затем, мобилизовав все войска, мы уничтожим их одним ударом. Так что все в порядке, не стоит так переживать. Слова Лоин несколько успокоили Лулу, но это также верно. Все верно. Русалки правили морем многие поколения, и сместить их не так уж просто. Даже сейчас все это происходит лишь потому, что морские драконы сумели застать их врасплох. Но чем дольше будет затягиваться конфликт, тем больше сил смогут выставить на поле битвы русалки. Хотя им и придется заплатить за все эти отсрочки огромную цену. Когда Лулу услышала об этом от Лоин, то с облегчением вздохнула. Лоин же, посмотрев на Лулу, улыбнулась. Она понимала, что ее собеседница еще слишком молода и практически не была на настоящем поле битвы. Поэтому для нее вполне нормально реагировать вот так. В это время в зал вошел Гор и сказал, генерал, мистер Джао закончил с телами и отправился в своего кита, чтобы отдохнуть. Лоин кивнула и спросила у Лулу, а что находится внутри кита. Если что, мы же можем предоставить клану Будо несколько комнат, чтобы они могли отдыхать здесь. Но Лулу лишь улыбнулась. Генерал, можете не переживать. Внутри кита Джао обустроил себе самый настоящий дом. С гостиной, спальнями и ванной. А так как чешуя и кожа кита абсолютно прозрачны, находясь в нем, можно спокойно любоваться подводным миром. Когда Лоин это услышала, то очень удивилась и, с изумлением взглянув на Лулу, спросила, это правда? Тогда значит, что черная магия мистера Джао действительно очень могущественна. Лулу кивнула и сказала, да, джентльмен действительно силен. Впрочем, его спутницы также далеко не так просты. У мистера всегда есть возможность обсудить все важные вопросы с женами и получить от них ценные советы. У них действительно очень хорошие отношения, плюс его дамы также смогли легко поладить с сестрами на острове Русалок. Глава 624. Действуем по вашему приказу. Лоин кивнула и сказала, в любом случае, теперь мистер Джао является нашим союзником. Гор, Лулу, вы чаще всего контактируете с ним. Поэтому, если он о чем-то попросит вас или ему что-то понадобится, немедленно сообщите мне. Когда Лулу услышала об этом, то быстро сказала, генерал, теперь, когда вы упомянули об этом, я вспомнила об одной странности. Похоже, мистер Джао увлекается коллекционированием различных видов магических зверей и растений. По пути сюда он постоянно отправлял свою нежить за ними. Причем собирал только еще живые образцы. Поэтому, возможно, нам стоит собрать для него немного особых магических зверей и редкие растения. Услышав это, Лоин вздохнула, значит у мистера Джао имеется подобное хобби. Хэм, может тогда он алхимик или фармацевт? Ну, как бы то ни было, сейчас просто не время думать о подобном. Завтра я отправлю ему один из драконьих шаров. Нет, безусловно, его магия довольно могущественна, но лучше перестраховаться. Лулу кивнула, а Лоин посмотрела на гора и сказала, «Гор мы уже подсчитали наших, и как обстоят дела». Кит кивнул и сказал, «Все довольно неплохо. Потери врага более 800 000, наше число смертей меньше 300 000. Вот только 600 000 убила именно нежить Джао». Услышав это, Лоин нахмурилась и сказала, «У нас все еще больше потерь, чем у врагов». «За эти годы морские драконы собрали много могущественных воинов, поэтому наша боевая мощь хуже, чем врага. Но, к счастью, у нас довольно сильное подкрепление». Гор кивнул и сказал, «Теперь в руках у мистера Джао гораздо больше нежити. Если противник нападет завтра, то и немертвых воинов будет намного больше, что очень хорошо для нас». Хотя и сегодняшняя нежить показала себя просто великолепно. Лоин кивнула и сказала, «Да, теперь я боюсь, что морские драконы возьмут с собой светлых магов или священных драконов. В этом случае у нас действительно будут большие проблемы, так что нам необходимо заблокировать врага здесь, а затем мобилизовать армию, идущую с тыла. Если нам удастся измотать живую силу противника, то мы точно победим». Гор и Лоу кивнули. А затем Лоин уставшим голосом произнесла, «Хорошо, давайте пойдем отдыхать. Не думаю, что после столь оглушительной пощечины морские драконы снова атакуют». После этих слов все разошлись по своим делам. Джао и девушки все это время наблюдали за их разговором. А затем Лаура посмотрела на своего возлюбленного и сказала, «Брат Джао, похоже, сегодня они по достоинству оценили твою силу, и как? Ты счастлив?» Джао же улыбнулся и сказал, «У них слишком много тайн. Если бы не они, я бы уже давно расправился с морскими драконами. А так мне даже неизвестно, чего можно ожидать от наших союзников». Луиза в свою очередь улыбнулась и сказала, «Но и сейчас тоже довольно неплохо. Если они действительно найдут для нас магических зверей и особые растения, то, возможно, мы тоже сможем заполучить уникальную улитку». Джао улыбнулся и произнес, «Я не завидую их особой огромной раковине, но мне действительно хотелось бы изучить их технику очистки водой». Миган кивнула и сказала, «Брат Джао, это все хорошо, но давай наконец рассмотрим сегодняшнюю битву и проанализируем ее». Джао кивнул и попросил Каэр показать заснятую ею битву. Ведь когда доходит до стратегии ведения войны, Луиза и Миган разбираются в этом намного лучше, чем он сам. Проанализировав сегодняшнюю битву, Джао пришел к выводу, что, если бы он куда лучше командовал войсками, то смог бы убить еще около 100 000 врагов. После анализа Джао посмотрел на Миган и улыбнулся, «Хорошо, вы двое действительно куда лучше разбираетесь во всем этом, чем я. Поэтому завтра именно вы будете командовать нежитью, когда воины морских драконов снова атакуют. Мне действительно очень хочется посмотреть, на что вы способны в настоящей битве». Миган посмотрела на главу клана Будда и спросила, «Брат Джао, а ты действительно позволишь нам командовать нежитью? А что, если мы не справимся с этой задачей?» Однако Джао улыбнулся и сказал, «Не стоит так сильно беспокоиться, вы же хорошо знаете, как много у нас нежити. К тому же, со всеми немертвыми, которых я использовал в этой битве, все хорошо. Они просто вернулись в пространственную ферму, так что не нужно особо переживать из-за понесенных потерь. Я хочу, чтобы вы могли командовать армией, ведь в будущем мы сразимся с богами и, возможно, еще и демонами. Однако я буду сражаться на передовой и не смогу командовать Лаура Жигене в бизнесе, но не в войне. Поэтому вся надежда на вас». Луиза и Миган, выслушав Джао, признали, что в его словах имелся определенный смысл, и сейчас им следует командовать нежитью не ради собственного удовольствия, а чтобы подготовиться к будущей намного более важной войне. И эта война уж точно будет намного более тяжелой, ведь и боги, и демоны невероятно сильны и опасны. Поэтому Луиза и Миган кивнули, а затем сказали, «Хорошо, брат Джао, завтра мы попытаемся взаимодействовать с народами морей». На что Джао ответил, «Есть сейчас много дел и задач, что можно отложить. Для нас самое главное – это подготовиться к появлению богов или демонов. Ведь если хоть кто-то из них появится, то нам придется сражаться». После этих слов девушки больше ничего не сказали. Боги и демоны были похожи на две огромные горы, что давили на них с двух сторон, не давая им дышать. Поэтому, как и сказал Джао, сейчас им необходимо подготовиться к встрече с ними. На следующее утро сразу же после завтрака к их киту подплыла Лулу, и Джао быстро пригласил ее войти. Оказавшись внутри, девушка вручила главе клана Будаглаз Дракона и сказала, «Сэр, генерал просила передать его вам, чтобы обеспечить вам дополнительную защиту». Джао взял драгоценный камень и внимательно посмотрел на него, а затем кивнул и сказал, «Хорошо, поблагодарите от моего имени генерала. Хотя, не стоит, я все равно собирался с ней встретиться, так что давайте пойдемте вместе». Лулу кивнула и сказала, «А зачем вы хотите встретиться с ней?» Джао же слегка улыбнулся, «Безусловно, я хочу поговорить с ней о войне. До этого времени мы всегда просто защищались и вели себя слишком пассивно, поэтому я хочу попросить генерала позволить мне самому атаковать морских драконов». Когда Лулу услышала, как Джао это произнес, то просто не могла не замереть на мгновение. Но затем она все еще ошарашенно спросила, «Сэр, вы хотите атаковать?» Джао в свою очередь улыбнулся и ответил, «Да, разве это невозможно? Я просто хочу атаковать морских драконов, чтобы посмотреть, какие силы у них есть». Пока они разговаривали, кит главы клана Будда уже приплыл в раковину. Лулу с удивлением посмотрела на Джао и подумала о его желании атаковать. Вчера она слышала стратегию, выбранную генералом, но она ведь полностью отличается от просьбы главы клана Будда. Пока она думала, они уже прибыли в зал Клоин. Когда генерал увидела Джао, то быстро сказала, «Сэр, думаю, что сегодня враг не станет нас атаковать, поэтому вы можете хорошо отдохнуть». Джао слегка улыбнулся и сказал, «Я поэтому и пришел к вам, чтобы поговорить об этом вопросе. Я хочу напасть на морских драконов при помощи моей нежити». Лоин посмотрела на главу клана Будда, а затем нахмурилась и сказала, «Сэр, зачем так рисковать? Нам ведь нужно всего лишь сдерживать их, дожидаясь наших подкреплений». На что Джао, улыбнувшись, ответил, «Генерал, вы сами вчера говорили, что морским драконам могут помогать люди или другие драконы. Если это так, то игра в затяжную войну не обязательно хороша для нас. К тому же, узнать о наличии в их рядах магов света намного выгоднее во время нашей атаки, а не их». Но Лоин все еще не согласилась, «Сэр, если их помощники действительно обладают магией света, то они способны нанести вашей нежити слишком много урона, и вы можете просто не вернуться». Джао же рассмеялся, «Генерал, не нужно волноваться. Я уже далеко не первый раз сражаюсь с Церковью Света и давно научился противостоять светлым магам. Так что на мою нежить их магия действует точно так же, как и любая другая, без какого-либо дополнительного урона. Поэтому не стоит переживать. К тому же, сражаться будут мои немертвые, что, в свою очередь, означает, что жертв с нашей стороны не будет. «Ведь мое воинство уже не живо». Когда Лоин выслушала Джао, то, безусловно, не могла не оценить его. Племя русалок, обращаясь с другими людьми моря, относилось к ним как к своим. Поэтому если они будут только защищаться, то без жертв не обойдется. И, естественно, никто не захочет смотреть, как его подчиненных убивают. Именно поэтому генерал и задумалась над предложением Джао. Лоин кивнула и сказала, «Хорошо, можете действовать, но, пожалуйста, не забывайте обращать внимание на собственную безопасность. Может с вами отправиться горе его подчиненные, чтобы защитить вас?» Но Джао лишь рассмеялся. «Генерал, не стоит волноваться. Я не собираюсь умирать. Ведь, во всяком случае, мой кит будет позади всей нежити, и в самом плохом случае я просто прикажу ему плыть обратно». Когда Лоин услышала, как Джао это произнес, у нее не осталось аргументов, поэтому она просто кивнула и сказала, «Хорошо, но, пожалуйста, будьте осторожны и возвращайтесь с хорошими новостями». «Ах да, если все закончится хорошо, то полученный глаз дракона вы сможете оставить себе». Джао слегка улыбнулся и ответил, «Спасибо вам, генерал, а сейчас позвольте откланяться». Произнеся это, глава клана Будда вышел из зала. Глава 625. В лагере врага. Всего в 30 морских милях от линии обороны русалок собралось большое количество людей моря. Эти племена намного сильнее, чем союзники королевы морей. Среди них довольно много акул и электрических угри, а это означает, что это войска морских драконов. У народов моря нет привычки строить лагеря, поэтому его им заменял огромный коралловый риф. Но выглядел он довольно странно, так как был похож на огромного морского дракона. Морские драконы имеют некоторые отличия от других видов драконов, возможно, для лучшего существования в море. Если другие драконы похожи на огромных летающих ящериц, то морские драконы больше похожи на змею с четырьмя ногами и плавником на хвосте, что позволяет им довольно быстро плавать в море. Вот на такое вот существо и был похож коралловый риф. Но что более странно, этот огромный коралловый риф, занимающий несколько акров, изначально не выращивался здесь, а его просто принесли. Перед этим коралловым рифом расположились огромные канаты, очевидно, сделанные из кожи высокоуровневых магических зверей. Несомненно, что их привязали к рифу, а потом к огромным морским животным, и таким образом притащили эту громадину сюда. Сам коралловый риф покрыт огромным синим пузырем, поэтому там абсолютно не было ни капли воды. А время от времени там можно заметить воинов, мелькающих в пещерах, созданных рифом. Но самое удивительное, что все эти воины гуманоиды. Они носят на головах драконьи шлемы, а их тела покрыты чешуей, но все строения тела практически такой же, как у людей. Эти патрулирующие воины на самом деле являются морскими драконами. Драконы очень сильно отличаются от остальных магических зверей. Так, если остальные, достигнув 9 уровня, получают лишь возможность изменять размеры своего тела, то драконы, достигнув 8 уровня, могут переходить в человеческую ипостась. Это уникальное умение присущее только драконам. А этот коралловый риф является домом морских драконов и называется дворцом драконов. Морские драконы живут именно в нем, но обычно они не передвигают его. Поскольку для этого необходимо не менее 10 000 морских зверей, В конце концов, большой коралловый риф действительно очень тяжелый. Этот коралловый риф претерпел многолетние изменения, произведенные морскими драконами. Он стал настоящим дворцом, его украсили жемчугом и различными кристаллами. Можно сказать, что он намного более красив и необычен, чем дворец русалок на их острове. В одном из залов дворца драконов сейчас сидели 4 человека, двое из них носили синие мантии из кожи магических зверей. Их фигуры не были очень высокими, всего лишь около 1,8 м, но тела хорошо сбалансированы, темно-синяя голова с двумя глубокими голубыми глазами и белая кожа. Что же касается возраста, то на вид им около 40 лет. Если же судить по внешности, то их можно назвать весьма необычными и даже красивыми. Также в комнате находился большой человек в золотых одеждах с длинной бородой, его высота достигала 2,5 м, а длинные густые волосы скрывали два острых рога. Последний же человек выглядел довольно обычно, в красной мантии, с посохом в руке и небольшой бородкой. От его вида так и веяло святостью, другими словами, он являлся светлым магом. В это время младший парень из двух мужчин в синих мантиях выкрикнул, «Патриарх, посланник, епископ, я уверен, что на нашу армию напала именно нежить. Причем ее количество составляло плюс-минус 500 000». Другой же мужчина в синей мантеле, что по-видимому являлся патриархом морских драконов, посмотрев на своего подчиненного, произнес, «Як, ты понимаешь, что представляют собой эти 500 000 немертвых существ. Сколько по-твоему необходимо черных магов, чтобы создать их? К тому же, ты утверждаешь, что они невероятно сильны. Скажи, а ты точно уверен, что это была именно нежить?» Як кивнул, «Патриарх, все, что я сказал, это правда. Мы были пойманы в ловушку, после использования каменного ливня, но все же с минимальными потерями смогли безопасно отступить. Однако, в какой-то момент возле нашей армии появилось огромное количество нежити, причем ее боевая мощь действительно невероятна. Невероятно, если бы я не вмешался, то наши потери могли бы возрасти многократно. Когда Як это произнес, человек в золотой манте и просто не мог не нахмуриться. Но как это возможно? Неужели у русалок имеются подобные контакты с человечеством? Но где они нашли черных магов, что способны вызвать настолько много немертвых? Их же для подобного нужно явно не несколько человек. Светлый же маг в красной манте и глубоким голосом сказал «Посланник Аоке, для призыва 500 000 нежити не обязательно необходимо большое количество черных магов. В шести империях действительно живет человек, способный сделать подобное самостоятельно». Як Аоке и патриарх морских драконов с ошарашенными лицами посмотрели на светлого мага. Аоке сказал «Епископ Джошуа, вы ведь говорите правду? Такой маг действительно существует? Так почему же вы все еще его не уничтожили?» Джошуа являлся одним из красных епископом Церкви Света, а человек в золотых одеяниях был драконом и младшим братом нынешнего патриарха драконов, правда не родным, а сводным. С рождением драконов все очень сложно, но они невероятно похотливы. Что весьма странно, драконам намного легче завести потомство с представителями других рас, а не со своими сородичами. Поэтому количество полукровок во много раз превышает численность чистокровных драконов. У отца Аоке уже был сын священный дракон. Но его любовница золотой дракон также родила ему сына Аоке. Вот только согласно традициям драконов стать следующим патриархом может только чистокровный священный дракон. Но это не значит, что статус Аоке среди драконов был низок. Ведь он, обладая сразу двумя элементами, светом и металлом, мог похвастаться просто невероятной мощью. И на этот раз, когда драконы отправляли своих представителей, Аоке направился к морским драконам, чтобы помочь им одолеть русалок. Как только Джошуа услышал это, он кивнул и с тяжелым лицом сказал, Патриарх Эликс, генерал Як, посланник Аоке, «У людей действительно есть такой черный маг, и естественно он наш враг. Честно говоря, мы готовы заплатить любую цену, чтобы уничтожить его, но с этим человеком невероятно трудно справиться. Наша Церковь Света уже очень сильно пострадала от его рук. Но сейчас мы ничего не можем с ним сделать. Ибо еще более ухудшим ту ситуацию, в которой оказались. Возможно, вы этого не знаете, но этот человек очень известен среди людей. Он является главой клана Будда, зятем короля империи Розы, самой сильной страны людей и правителем черной пустоши, а также зятем клана Карпичи, очень известных бизнесменов. Плюс каким-то образом ему удалось стать принцем всех зверолюдов и, естественно, он невероятно могущественный черный маг. Так, однажды он превратил более 600 000 моряков империи Аксу в нежить, причем всего за одну ночь. Так что нет ничего странного в 500 000 немертвых морских созданий. Патриарх морских драконов Алекс оказался просто ошеломлен, когда услышал подобное. Он действительно не думал, что среди людей может появиться подобная личность. Но затем он спросил у епископа, «Я действительно слышал, что русалки ведут дела с людьми. Неужели они контактировали с кланом Будда? Джошуа, вы и в самом деле не нашли ни одного способа, чтобы раз и навсегда избавиться от него?» Но Джошуа лишь горько улыбнулся. Главу клана Будда зовут Джоа. «И этот человек действительно очень силен. Неужели вы действительно могли подумать, что мы не пытались уничтожить его?» Однако уже во время первой попытки ему удалось убить пятерых белых епископов и 18 рыцарей-хранителей, а затем просто сбежать в прерии зверолюдей. А вернулся он еще более могущественным. Позже мы снова неоднократно атаковали его все большими силами, но все наши попытки потерпели неудачу. В последний раз мы отправили четырех экспертов девятого уровня и приказали применить против него технику сжигания жизни. Но я не знаю, как это произошло, однако, в конце концов, ему удалось избежать столь невероятно мощного удара. А затем о всех наших планах стало известно зверолюдам. Мы подозреваем, что именно Джа рассказал им о них, но не можем этого доказать. А затем мы попали в весьма сложную ситуацию и больше не могли действовать столь открыто. Но я подозреваю, что человек, занимающийся бизнесом с народами моря, это Джа. Потому что ему каким-то образом удается найти общий язык с расами нелюдей. Даже с гномами у него довольно теплые отношения, поэтому он вполне мог поладить и с народами морей. После этих слов Алекс и остальные тяжело вздохнули. Хотя они не знали, насколько сильны белые епископы, но то, что его не смогли убить четыре эксперта девять уровня при помощи столь могущественной техники, действительно просто поражало. А это значит, что глава клана Будда и в самом деле невероятно опасный противник. Глава 626. Демонический скорпион. Джошуа посмотрел на их выражения и горько улыбнулся. Мы изначально недооценили силу Джа. А сейчас, когда он достиг столь огромных высот, разобраться с ним почти невозможно. Кроме того, сейчас наша Церковь Света оказалась в очень нехорошей ситуации. Поэтому, хотя Джа наш враг номер один, в ближайшее время мы не станем пытаться навредить ему. После этих слов все тяжело вздохнули. Но внезапно глаза Аокия засверкали и он произнес, тем не менее сейчас все иначе. У Джа больше нет поддержки шести империй, ведь здесь в морях они абсолютно бессильны. А это значит, что даже если с ним что-то случится, никто об этом ничего не узнает. К тому же, нам все равно необходимо его одолеть, так как он является союзником русалок. Как только они услышали это, у Джошуа и Алекса тоже засверкали глаза. Безусловно, справиться с Джа в шести империях было практически невозможно. Однако, здесь, в морях, самыми могущественными были морские драконы. Так что сейчас им действительно выпал очень хороший шанс раз и навсегда покончить с Джа. Естественно, подобная мысль просто не могла не одурманить разум. Так Эликс посмотрел на Яка и спросил, Як, ты сказал, что нежить Джа очень сильны. А ты видел самого главу клана Будда? Ведь, насколько мне известно, черный маг не может эффективно командовать немертвыми, если он слишком далеко от них, ведь так? Вот только Як покачал головой и сказал, если честно, то я его не заметил. В тот момент все настолько смешалось из-за внезапной атаки, что я просто не обратил на это никакого внимания. Алек скивнул и сказал, тогда тебе следует уделять намного больше внимания этому вопросу во время завтрашней атаки. Давайте хотя бы проверим, удалось ли русалкам найти много черных магов или все это действительно из-за действий главы клана Будда. Если за всем этим и в самом деле стоит Джа, мы обязаны приложить все усилия, чтобы уничтожить его. Як кивнул, Алекс обратился к Джошуа. Скажите, епископ, а у вас есть портрет этого самого Джа? Джошуа кивнул и сказал, разумеется, ведь он является врагом номер один для всей церкви света. Поэтому, как у нас может не быть его портрета? После этих слов в руках епископа действительно появился портрет главы клана Будда. Стоит признать, создал его самый настоящий мастер своего дела. На нем Джа был изображен в черной мантии с призрачным посохом в руке. Все было просто невероятно реалистично, правда с одним исключением. Настолько мрачного выражения лица, как на портрете, у Джа никогда не было. Но как только все увидели этот портрет, то оказались просто ошеломлены. Они думали, что Джошуа покажет им опытного и хитрого старика, а не просто молодого и самого обычного юношу. Поэтому совершенно неудивительно, что несколько человек посмотрели на Джошуа с озадаченным взглядом, словно спрашивая, а вы не ошиблись? Епископ, увидев это, с горечью усмехнулся, не стоит так на меня смотреть. Это действительно он. На этом портрете Джа около 20 лет, но он уже несколько раз женился и обладает невероятными способностями. Так что вам, генерал Як, следует быть очень осторожным. Олег скивнул и, обращаясь к своему соплеменнику, сказал, Як, держи этот портрет при себе. Если заметишь этого парня, то немедленно сообщи об этом нам. Ибо в таком случае, мы должны будем сосредоточить все наши силы на его уничтожении. Як вздохнул, взял портрет и вышел из зала. После того, как Як ушел, Алекс обратился к Джошуа и Ауке, епископ, посланник, если это действительно Джа, я хочу попросить вас двоих помощь нам. Действуя все вместе, мы сможем уничтожить его. Благодаря вашей магии света и тому, что битва будет проходить в море, Джа никогда не сбежит от нас. Ауке кивнул и сказал, Патриарх Алекс, можете быть уверены, что мы не станем сидеть сложа руки, если будет подтверждено, что это действительно Джа. Мы обязательно поможем вам одолеть нашего общего врага. Джошуа тоже кивнул, да, на этот раз мы не собираемся пропускать все веселья, ибо даже если я умру, но сделаю это и мне не будет стыдно предстать перед богами. Услышав это, Алекс громко произнес, хорошо, тогда позвольте поблагодарить вас за оказанную поддержку. Сегодня наша армия после большой битвы немного устала, поэтому пусть отдыхают. А завтра Як продолжит наступление, и мы узнаем, кто же является союзником русалок. Джошуа и Ауке также довольно часто командовали войсками и поэтому хорошо понимали, что сегодняшняя стычка стала серьезным ударом по боевому духу солдат, поэтому они и не стали возражать. На следующий день Алекс только позавтракал и уже собирался отправиться к войскам. Как вдруг у нему вбежал кто-то из стражей дворца и сообщил, что к ним приближается огромное количество нежити. Услышав это, патриарх замер на мгновение, но затем приказал сообщить обо всем генералу Яку и привести его к нему. А затем Алекс повернул голову и сказал, «Окей, Джошуа, я хотел найти его, но он пришел сам». «Думаю, сейчас мы сможем узнать, кто же командует нежитью». Ауке, в свою очередь, холодным голосом произнес, «Если это действительно Джао, то он слишком высокомерен. Где это видано, чтобы человеческая раса первой нападала на народы морей?» А вот Джошуа нахмурился, «Лучше быть осторожными. Этот Джао довольно опасный противник, поэтому не следует недооценивать его». Вот только после того, как Ауке увидел портрет, он уже сомневался в словах Джошуа. По его мнению, молодой человек 20 лет от роду не мог обладать столь огромными способностями. А Церковь Света просто преувеличила его возможности, чтобы оправдать свои провалы. Но сейчас он являлся союзником Джошуа. Поэтому, чтобы не портить с ним отношения, ничего не сказал. В это время в зал пришел Як и поприветствовал всех собравшихся. Алекс же, увидев Яка, тут же сказал, «Як, как тебе уже сообщили, к нам приближаются немертвые существа. Я подозреваю, этих слов они втроем вышли из зала тем временем джо сидел в своем ките и смотрел на монитор естественно его супруги были вместе с ним но сейчас луиза и миган очень сильно нервничали на этот раз джо не стал сдерживаться и выпустил целый миллион немертвых созданных как из морских магических зверей так из народов моря так что сейчас перед лагерем морских драконов расположился огромный квадрат причина почему луиза и миган так нервничали заключалась в том что джо сообщил им что сегодняшним наступлением командуют исключительно они так что вполне нормально что девушки нервничали когда джо посмотрел на их лица то просто не мог не улыбнуться ну не стоит так сильно переживать даже если мы проиграем то ведь абсолютно ничего не потеряем поэтому отбросьте страхи и действуйте так как посчитаете нужным когда луиза и миган услышали об этом от джо то смогли немного успокоиться ведь все те их войны во первых уже мертвы во вторых они являются экспертами 9 уровня и в третьих получив определенное количество урона они будут всего лишь возвращаться в пространственную ферму подумав об этом девушки перестали нервничать но все равно смотрели на монитор с определенным волнением видя это джо и лаура просто не могли не вздохнуть ведь как-никак а эти двое их будущие генералы а в это время армия морских драконов тоже собралась в кубик рубик и пошла навстречу немертвым войскам клана будда когда две большие армии медленно подошли друг другу луиза повернулась к миган и сказала миган давай ты начнешь первый миган же в свою очередь вежливо кивнула и сказала хорошо я только вчера придумала несколько тактик для битвы поэтому сегодня хочу их опробовать первая структура для нашей армии называется демонический скорпион он похож на то чем пользовались народы моря у него две толстых клешни что действуют вместе и наконец медленно поднимаются вверх по течению а затем атакуют сверху после этих слов миган используя руку попыталась изобразить чего же она хочет аджа приказал каэр перестроить их войска стоит признать что подобная структура действительно напоминала огромного скорпиона две клешни что шли параллельно массивный центр и несколько довольно больших но легких отрядов что словно хвост могли всплыть и ударить врага сверху джак кивнул и сказал хорошо давай посмотрим что из этого получится после этих слов он махнул рукой и нежить сохраняя строй направилась прямо к вражеской армии миган и луиза экспериментируют со своими собственными идеями чтобы понять могут ли они их использовать и понятно что они не похожи на людей моря те обычно используют кубический массив и конический массив а также защищаются при помощи вихря а вот девушки хотели преподнести что-то свое конечно если вы хотите протестировать новую формацию на поле боя то и требования к солдатам будут очень высоки ведь те должны абсолютно точно выполнять все ваши приказы абсолютно не проявляя собственной инициативы глава 627 ядовитый хвост а это весьма нелегко ведь даже самые элитные войска в мире не могут действовать абсолютно без каких-либо ошибок у людей в конце концов имеются свои идеи и стремления поэтому порой приказы могут пониматься совершенно по-разному вот только из-за всего одной ошибки может быть проиграна любая битва именно поэтому все построения народы моря оттачивали несколько тысячелетий а то и дольше тем не менее ситуация с войсками джао несколько особенная так как у нежити нет своих стремлений и страхов поэтому она совершенно точно исполняет все команды а благодаря пространственной ферме глава клана буда может командовать огромным количеством не мертвых как только миган закончила объяснять что же она хочет сделать гигантский куб превратился в скорпиона и замерно против войск морских драконов безусловно як находясь в самом центре кубика рубика прекрасно видел все что войска не мертвых существ делали но при этом он не стал перестраивать свою собственную армию предпочтя использовать стандартное кубическое построение но через некоторое время стало заметно что кубик начал вращаться но в этот момент як вдруг заметил что его соперники изменили структуру своей армии естественно его лицо просто не могло не изменится так как он явно не ожидал что их враги смогут настолько точно управлять довольно большим количеством нежити увидев это як немедленно сказал перестраиваемся в конический массив два крыла образуют щит и защищают нас левого и правого флангов в данный момент як находился в огромной раковине что после обработки стала выглядеть как большой ежик но она была прозрачна а внутренней проникала вода очевидно и здесь использовался глаз дракона естественно в ней же находились столы и стулья образовывая настоящий командный пункт естественно как только генерал отдал подобные указания его армия тоже начала перестраиваться центральная часть вытянулась в острый конус а левые правой фланги образовали крылья чтобы защититься от клешней скорпиона вот только як не заметил что армия джа могла напасть на него и жалом на хвосте во время войны в море очень мало племен всплывают к самой поверхности а затем атакуют врага потому что тогда на них могут напасть летающие магические животные плюс так как большинство народов моря проводит всю свою жизнь глубоко под водой их глаза не привыкли к яркому свету и поэтому мало кто рискует пользоваться подобной тактикой именно поэтому як не учел подобной возможности когда его войска только начали формировать конус миган заметив это сразу же сказала главе клана будда брат джа пусть центральные войска используют вихревой массив чтобы блокировать их конический массив а клешни пусть сами перестроиться в конусы и пробьют их щиты джа кивнул и нежить тут же начала выполнять приказ миган а тем временем пока як наблюдал за ответом нежити на его действия лицо генерала становилось все тяжелее и тяжелее синхронные и плавные действия нежити невероятно сильно удивили его перед этой битвой он искренне считал что командовать таким большим количеством нежити просто невозможно поэтому скорее всего ее просто отправит одной толпой в гущу боя но теперь он видел что не мертвые были способны на крайне тонкие тактические перестановки но сейчас у него попросту не было времени об этом думать ведь две армии столкнулись конус морских драконов вошел в вихрь нежити а два щита удерживали удары клешней як же немедленно приказал чтобы два крыла армии стали вихревыми массивами и приготовились отразить контратаку нежити безусловно подобное было очень важно ведь если не мертвые проникнут в центральный атакующий конус то все может закончиться крайне плачевно стоит отметить что ответ я к оказался очень своевременным хотя у его двух крыльев имелись определенные проблемы они все же смогли заблокировать атаку нежити но в этот момент хвост скорпиона миган уже был на месте и направлялся прямо с воздуха к вершине формации морских драконов разумеется войска с вершины формации заметили приближение нежити и сообщили об этом своему генералу но было уже слишком поздно они не успевали перестроиться в вихрь поэтому могли стать только щитом а вот не мертвые джа по приказу миган сформировали конусы словно огромная буровая установка вонзились в формацию морских драконов когда к яку наконец дошли новости об атаке нежити на вершину его формации он почувствовал что его словно ударили палкой по голове и сейчас перед его глазами летают звездочки но вместе с этим генерал понял что ему противостоит весьма умелый противник да ему удалось сломать первый слой щитов но это еще далеко не конец як немедленно приказал второму слою щитов поддержать 1 а 3 тем временем должен превратиться в вихре полностью блокировать врага к счастью подчиненные я к были сильными бойцами и ответили очень быстро после того как первый слой щита оказался сломан удар нежити принял на себя второй а 3 сформировав вихрь начал замедлять и теснить не мертвых у яка просто не было иного пути первый слой щита оказался разбит поэтому ему пришлось пожертвовать и вторым чтобы успеть сформировать вихревой массив на третьем в это время джао и девушки сидя в ките внимательно следили за всеми изменениями на поле битвы глядя на реакцию другой стороны миган не могла не вздохнуть кажется что мне еще нужно доработать эту тактику враги смогли моментально отреагировать на удар хвостом ну по крайней мере сила нашей атаки действительно была весьма впечатляющий услышав это джао кивнул после этого контакта другая сторона оказалась в невыгодном положении особенно эффективной оказалась атака сверху но им так и не удалось пробиться через два защитных слоя однако для первой схватки такого масштаба они уже достигли довольно неплохих успехов миган же тем временем обратилась к главе клана будда и сказала брат джао отзови нежить пусть теперь луиза опробует свою тактику ведения боя джао же слегка улыбнулся и ответил ладно давайте попробуем после этих слов не мертвые существа немедленно отступили слушая доклад як выглядел весьма мрачно хотя его людям удалось заблокировать атаку противника но потери оказались весьма не маленькими и это безусловно задевала его гордость как лучшего генерала морских драконов когда же нежить внезапно начала медленно отступать як не мог не замереть от удивления но потом немедленно приказал чтобы все войска в его подчинение даже не думали преследовать не мертвых он боялся что враги просто решили заманить их в ловушку затем получив временную передышку як велел подсчитать все потери и перегруппировал свои силы но при этом он не сводил глаз с войск противника як хорошо понимал что командир другой стороны также находится в середине кубической формации но из нежити там находился только огромный кит естественно он тоже являлся нежитью генерал морских драконов был полностью уверен что черный маг находится именно в нем ведь в отличие от остальной нежити только этот кит был полностью покрыт кожей они состоял из одних костей а ранее во время прошлой битвы он наверное не видел его потому что стычка происходила рядом с основным боевым штабом русалок но сейчас все иначе ли его враг может сидеть только в нем пока як рассматривал кита джао фактически делал то же самое он уже заметил довольно большую раковину в центре матричной формации его врагов и сейчас был полностью уверен что штаб противника находится именно в ней в это время матричная структура обеих армий было перегруппировано и по подсчетам главы клана буда в этой стычке они потеряли около 50 000 безусловно подобное число весьма удивило джао тем не менее глава клана буда также понимал что потери их противника намного больше а ведь сначала сражение прошел всего один час и за это время его армия оборвала множество жизней впрочем джао не имел в своем сердце не малейших сомнений ведь он знал что в будущем ему придется столкнуться с большим количеством войн и если он будет мягким то их наоборот станет еще больше так что джао повернул голову и посмотрел на луизу хорошо луиза а теперь тебе решать как именно вести битву девушка слегка улыбнулась а затем ответила я также хочу попробовать новую формацию которую назвала четырехруким демоном глава 628 четырех руки демон джао же услышав это ответил четырех руки демон а что звучит весьма устрашающе хорошо давайте поговорим что именно следует сделать луиза же слегка улыбнулась брат джао ты же заметил что нам сделали небольшой подарок в формации наших врагов имеется слабое место после этих слов джао весьма удивился слабое место что еще за слабое место народы моря сражаются таким образом уже столетия откуда в подобной структуре взяться слабым места но давайте поговорим о том что же ты имеешь в виду луиза слегка улыбнулась и потянула экрана чтобы еще больше увеличить матричную формацию однако джао все еще видел просто кубик рубика а луиза указав на противоположную стороны слегка улыбнулась и сказала брат джао ты же видел это хотя другая сторона большого массива выглядит очень устойчиво и может состоять из большого массива но этот большой массив имеет недостаток некоторые квадраты большого массива никогда не двигаются джао всегда чувствовал что противоположная сторона этой формации отличается от всех остальных однако он не стал заострять на этом свое внимание но сейчас когда луиза сказала это джао начал думать что противоположная сторона матричной формации лишь похожа на кубик рубика а фактически это всего лишь квадрат маленькие массивы находящиеся выше можно вращать но четыре стороны никогда не перемещаются и хотя там есть некоторые войска похоже они весьма изолированы и не принимают участие в битве у лауры и миган после этих слов луизы засверкали глаза а девушка тем временем улыбнулась и продолжила кажется что этим углам просто нечего делать но они на самом деле являются самой важной структурной частью этой формации ведь если вы их сломаете весь куб окажется попросту разрушен именно поэтому я и разработала структуру которую назвала четырех руки демон пока основное воинство будет отвлекать армию врага четыре особых отряда нападут на неподвижные участки и проникнут в структуру матричного построения наших соперников джа и лаура не могли не посмотреть в глаза луизы тактики боя луизы и миган совершенно отличались друг от друга так миган предпочитала использовать свой собственный боевой массив чтобы атаковать боевой массив противника а вот луиза сначала проанализировала все слабости врага и на их основе создала наиболее выгодной для конкретной ситуации план битвы так если миган была похожа на рыцаря что меряет со своими силами с противником на дуэли то луиза убийца что готова нанести сокрушительный удар в самое уязвимое место а тем временем луиза спросила у главы клана буда брат джа как ты думаешь подобное вообще возможно джажи лишь рассмеялся и сказал да это возможно посмотри сама после этих слов матричная формация нежити слегка изменилась и не мертвые приготовились ударить в слабые места морских драконов плюс так как и